Девушки отдыхают 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 результатом первым вот так вот боритесь тянитесь сегодня он нам приехал с той же задачей принять участие в этом турнире именно но еще я хочу поблагодарить здесь очень представительные судейский корпус и тут очень многие такие уже судьи международной категории присутствует потому что помимо того что этот турнир как бы в большей степени внутри страны все-таки он и квалификационные здесь можно и выполнять нормы апробировать свои новые элементы может быть дать авторство своим новым элементом в общем это очень авторитетный красивый старт который повторяется уже 28 год именно вам напомнил о том что он принимал участие в этом турнире а я могу похвалиться тем что я тренировалась вместе с меньшей ворониным в одном зале динамо так что у нас воспоминания самые теплые да это конечно очень интересно мне удалось тренироваться под руководством михаил яковлевич это поэтому для нас это особое тоже событие но пока представляют спортсменов дорогие друзья давайте сделаем сейчас небольшую паузу и совсем скоро уже к разминочки будем потихонечку выходить еще раз приветствуем вас дорогие друзья на 28 по счету уже турнир гимнастические на кубок имени олимпийского чемпиона михаила воронина вот-вот начинается разминка здесь уже команды встают по своим снарядом все будет сегодня проходить одновременно здесь очень интересный рекламент в плане прохождения вообще многоборья соревнования всего проходит один день соответственно в этот один день будут разыграны все комплекты наград их будет 26 по 14 у взрослых и 12 будет у юниоров юниоры тоже здесь выступает за мы увидим взрослых я думаю спортсменов здесь обязательно будем за ними следить наблюдать болеть также за них поэтому и квалификация сегодня финалы в отдельных видах и в квалификации многоборья и финалы в общем то они будут проходить одновременно все сразу собственно сегодня мы будем наблюдать за всеми финалами многоборья командный турнир и в каждом отдельном виде многоборья здесь будет наиболее престижным поэтому особое внимание мы уделим именно ему сегодняшней нашей трансляции что хочется сказать еще про турнир безусловно что в этом году он ну в соответствии да с нашей сейчас сегодняшней ситуации он экспериментальный именно в клубном формате будет он проходить здесь мы не увидим как бы сборной команды стран а именно увидим участников конкретного клуба страны ну и хочется отметить что вот у нас присутствует клуб ваш водина из сербии там два участника гимнастический клуб лариса латынин она сейчас вся во внимание да приковано в телевидении будете идти со своими подопечными ну и вообще здорово что появилась такая возможность но я так сочувствую и зрителям и режиссерам боже на всех снарядах крутится вертится на кому оставить внимание ну и каждый достоин но уж как говорится как кому повезет или в силу значимости но как пропустить например такого гимнаста как марина водонела это не надо пропустить это конечно просто явление спортивной гимнастики и прекрасное явление в нашей стране он правда проживает в казани будет отстаивать честь свою и казани я прям очень довольна тем ну и уже так много сказано и мы видели на стартовых листах таки именно ангелина мельникова ну как на нее не посмотреть даже если вы не просто смотрите вот как картинку и все равно затормозите это невозможно эту элегантность эту красоту не просмотреть и оторваться невозможно я вас еще раз призываю давайте с вами просто отдыхаем посмотрим красоту движения немножечко я с удовольствием расскажу о том кто где будет примерно начинать чтобы мы сейчас сразу как-то разобрались да что будет происходить маринов кстати говоря вот он составе команды республики татарстан они с вольных упражнений начинают и самое интересное что он делает первым нет мне кажется мы будем открывать до соревнований сающих именно с него ну и дальше команда за которой конечно мы с удовольствием хотели бы посмотреть это безусловно команда гимнастического клуба динамо москва которая которую представляет и нагорные здесь идолаян тоже тут очень интересно и комментарии между прочим тоже из динамо но мы объективны ко всем мы объективны ко всем но свою принадлежность все-таки помним давайте сейчас уже разминка подходит концу небольшая пауза еще и уже как раз к первому снаряду мы выходим дорогие друзья судьи оценивающие опорный прыжок вольные упражнения на ваших экранах дорогие друзья и здесь первым будет выступать даниил маринов тоже очень интересный формат мужчины и женщины на вольных упражнениях на в одной команде будут выступать чередуясь сначала мужчина потом женщина соответственно тут по времени в общем то должно все происходить так же пока выступает один гимнаст судьи оценивают оставляет сам да и соответственно когда выступает участница судьи в это время считают точнее оценку для гимнаста ну что то еще старт не да как то еще никто не заканчивается разминка да но почему то здесь разные по количеству команды разночисленные да по шесть человек в команде так единственное 10 человек получается у нас на больных упражнениях на всех остальных снарядах их да именно по шесть но и на первом виде в силу того что у нас было такое довольно затянуто это открытие может быть пока выходили почетные наши гости и в это время спортсмены стояли на исходных позициях вдоль и ковра отдали на разминки немножко побольше пять минут вместо трех вот но и подходим к началу соревнований дорогие друзья 28 кубок и не олимпийского чемпиона михаила воронина и даниил маринов на вольных упражнениях стартует открывает этот турнир республика татарстан вот где проверяется характер и воля держись даниил 2 акробатическая связка бланш двойное сальдо согнувшись пока все здорово у него получается ух ты что ну что ж ты так не организованно вот такой вот четкое приземление слишком дорого стоит это не падение как бы сказать но все равно и нога у него так повисло в ожидании что оступится за линию ковра этого не сделал но само по себе вот это качание уже не менее там почти 50 я думаю даже более более даже потеряет наверное здесь даня но вот вчера удалось с ним переговорить не на тему подготовки и физической формы к этому турниру конечно вон в общем-то готов он был лучше готов чем к спартакеаде всероссийской среди сильнейших которая проходила у него родном городе до стоять вот как хорошо но тем не менее стилаши по поводу ковра были у него некие претензии говорит ковер немножко вязки и получается так что нужно более его прожимать проталкивать для того чтобы больше потренироваться именно в этом отношении пружинчатые вот этой позиции ковра они должны почувствовать тогда будет здорово отрываться и поднимать высоту прыжков но здесь он и не везде сработало у него пока все это как скажем даниил он конечно виден он заметных классный гимнаст но те ошибки которые он допустил вот они как бы к нему не к лицу даже я вот не хочу согласиться не хочу видеть у такого гимнаста высокого полета вот такие довольно значительные ошибки мы его привыкли видеть уже просто в таком шикарном уровне да поэтому это очень жалко под новый год ну что ж поговорить скажем еще оценку даниила маринова яна ворона сейчас на прыжке довольно здорово выступает тоже представляет гимнастический клуб мгсо динава москва и хорошо ей удался этот прыжок так что она будет рассчитывать сейчас на хорошей оценке вот мы повторим наблюдаем взгляд назад и раз вращение два есть видимо какие-то проблемы видимо с здоровьем да может быть с ногами именно я думаю это правильно разрешили под конец года наверное конечно главная задача сохранить гимнастов и поэтому мы не будем с вами обращать на дополнительные маты это просто в силу некоторые строковки для номерных гимнастов сегодня выступает хороший вот пожалуйста уже появилась там ангелина мельникова как ее не узнать как ее не узнать а кустова у нас получается отказалась что ли она заявлена у нас второй второй заявлен на прыжке и за ней выступает мельникова и как-то а может она уже проскочила может что-то случилось я знаю у дианы кустовой есть тоже проблема с рукой у нее там нарывы небольшие на грузих она может быть значит пропустила может пойдет по снаряду совсем здорово возможно и прыжок тоже пропускает поэтому бывает такое что здесь потому что замены вот эти происходят прям впритык соревнованиями спортсмены имеют право практически за 10 минут начала соревнований произвести замену и поменять и не всегда вот эти вот протоколы они в оперативном режиме успеют попасть да да но имеет право еще потому это личные соревнования хочу вам всем напомнить что каждый выступает за себя вот оценка вороны 13 266 при трудности прыжка в 4 и 2 она один винт сделала всего был один винт простой но и посмотрим ангелина мельникова у нас тоже представляет команду воронежа это точно что воронежа и по моему еще владимир два винта здесь это было бы стыдно и минуты сделать один такой винт это же мельникова она год-то завершила вам уже не раз говорили но приятно повторить все что есть завоевать она завоевала настала и чемпионкой страны и чемпионкой мира и абсолютно то есть и олимпийской чемпионкой ну то есть она за свою свою вернее такую активную спортивную жизнь гимнастике не завершила а уже выполнила максимальную задачу так бы сказал тот сезон конечно у нее просто триумфальный был да все абсолютно как да вы правильно заметили все соревнования которые у были она завершила победы и абсолютно победные но мне кажется такой же план у нее и на этот турнир потому что здесь насколько мы знаем приличный призовой фонд очень приличная тем более за каждую медаль здесь не только как бы и многоборья или еще и в отдельных видов везде да а вот обратите внимание финансовые призы безусловно и никиту показали и мельник он снова на старте я так понимаю на готовилась к второй попытке вернее исполнению второго прыжка значит претендует на финал ну на финальное место прыжках да и никита нагорный тоже сейчас будет выступать на прыжке пока мерить тренера там антаса из-за белин как раз таки выставил ему то что надо мост посмотрим сейчас второй прыжок мельниковый и стандартные уже такие но она хорошо выполнила это важно вот эта заявка обратите внимание что не каждая гимнастка будет два прыжка исполнять это только те кто располагает двумя прыжками претендуя на хорошее место в этом виде многоборья да это с переворот рандат фляк с поворотом до на 180 сальто вперед на 180 а вот попробуйте его не узнать сложность хорошая и здесь что самое интересное вот эта оценка которая получит гимнасты и гимнастки она идет сразу во все дисциплины за счет никита нагорный дорогие друзья олимпийский чемпион и чемпион мира в этом виде здесь превосходное выступление с переворота двойное сальто с поворотом это никита нагорный я каждый раз меня слов не остается прям говорится одни буквы то что он в любом состоянии и сложнейший прыжок два с половиной винта да еще с поворотом на 180 зато спланировал приземлился достойно не крохоборский там не подыскивал свои ножки подбирал а так стала чуть-чуть там подпрыгнул это тоже ошибка называется так не имею права не пропустить эта ошибочка когда подскакивает но молодец но молодец это никита нагорный здесь конечно я не знаю как опять же объяснить его ситуацию сейчас расскажем об этом по поле 14066 средняя оценка ангелина великова сразу солидно ничего ничего здесь уже ангелина довольно безусловно разрезает тейпы до ними на это называется догоняйте она почему довольно так села теперь давайте догоняйте допрыгивайте до этой оценки запомним за 40 баллов а вот и диана кустова как раз скромной но хороший прыжочек один винтик он уже дешевый прыжок в смысле не очень дорого стоит по базе но она еще такая достаточно молодая девочка поэтому простим конечно каноня красивая фигурка красивый купальничек и хорошо на выполнил этот прыжочек просто не может претендовать на большой оценкой за того что он не так дурак но на спорте ади сильнейших она вот если мы помним как раз завоевала золото обогнав и мельникову и сейчас не удастся на горный на прыжке да 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 на вторую попытку на второй прыжок второй прыжок нагорного с половиной винта сука хара приземление очень честно говоря такое уверенно это я называю на характере именно она тащила просто в сторону как говорится а он знает лучше из коридора не выходить вот эти обозначенные линии но это прям вот я все равно даже когда он ошибается я все равно в него но это большой мастер большой мастер потому что здесь конечно мы знаем его так скажем королевский прыжок это срандата двойное сальто согнувшись назад здесь он конечно понимает мне я безумно просто рад когда вот это вот вижу эмоцию потому что это уникальное абсолютно сочетание тренер ученик они не уже не разговаривают по моему так как-то вот ты видишь серьезно обязательно либо она только чего уколят чем-то но тот от парирует но это такая любовь чувствуется такое уважение ученика и тренера это сказка я извиняюсь кустова хорошенькая но прыжочек пока дешевенький пока ну да еще в общем-то время конечно есть безусловно на этот бланш надо еще навертеть ей как минимум два оборота хотя бы ну ничего ничего зато на себя показал и прозвучал готовится уже она к упражнениям на брусьях сразу да надо подготовить в общем-то руки никита нагорный здесь что самое интересное вот тоже подошел не своей лучшей форме сначала вроде бы за месяц принял решение выступать на этом турнире я говорит буду все готовится начал готовиться ездить на базу озеро круглое там проходить тренировки со всеми несколько тренировок провел говорит тяжело я буду рисковать сейчас как бы травму не получить мне да начал думать немножко отдохнул вроде бы рассказал о том что в своих социальных сетях о том что у него большой вес очень сейчас он уже убавит понятно за неделю практически дорогие друзья лифь гавриловна за неделю начал гонять этот вес фантастически 5 килограмм сбросил вчера позавчера рассказал всем о том что у него температуру поднялась теперь 38 температура начал сбивать готовится в общем то все получилось опять сходил ко всем трём позиции массаж вани шаман и все и вышел к нам на старт подготовился и получает на прыжке 14 499 да вы представляете с такой оценкой он входит тоже финальную группу вот на больных ну и здесь кстати говоря мне кажется оценка такая лидерская в принципе может ему на первое место именно на прыжке он не возьмет его да виктория листунова у нас на брусьях уже тоже стартует олимпийская чемпионка токио пропустить мы ее не можем не на слома давайте давайте смотрим это виктория на брусьях вот это размах вот это вообще я влюблена в такую работу просто я бы сказал даже неосторожной в плане том что она не себя не страхует а прям старается максимально амплитудно выбора выполнять все элементы вот я продвижу по ходу до стоечки не доходит но я не могу ее критиковать очень сильно потому что она безумно хороша на брусе и к как мы не раз уже отмечали на чемпионат мира когда мы с вами работали да без наших спортсменов самая высокая оценка какая там у них на 8 2 14 5 14 а наше такое она же как бабахнули под 16 баллов 15 летом да гика выступала как раз на беларуси да на турнире 15 и 8 оценка была ловая фантастически здесь конечно да видно что наверняка оценка будет пониже но за 15 баллов мне кажется должна получить именно мы все-таки ну и чтобы объяснить и зрителям действительно от такой период этих соревнований может быть не требуется такой максимальной формы но зато такой промежуточный хороший этап кто-то пробует новенькой кто-то свою старенькая повторяй это очень ценный этот старт для любого спортсмена их сегодня мало этих хороших выходов и конечно как приятно что добились ты именно главное еще не договорил когда наш никита готовился приболел похудел форму уходил и что его все-таки стимулирует так сильно принять участие в этих стартах яду я думаю что во первых ну конечно наверняка и призовой фонд но может быть это играет какую-то второстепенную роль самое главное что он представляет гимнастический клуб динамо москва который является главным организатором этого турнира вот она здесь в общем то потому что динамо еще на следующий год буквально весной будет отмечать столетие смотрим на рано сальто согнувшись ах чуть-чуть раньше времени раскрылся думал что взял абсолютно честный безошибочно до приземлиться реакции хорошие быстрота вращения хорошая и вот как-то раз и у разума на бревне это тоже я всегда уже всем объясняю это самый противный самый коварный снаряд но у разума на нем умеет работать вот смотрите она же ведь мягкая как кошка на здесь давайте обратим внимание повороты ты не сдавай позиции владислава держаться получается владислава уразова ростов на дону да все сейчас переживаем это как кошачий скок она мягко мягко целая сальто пожалуйста не знаешь когда в какой момент она оттолкается своими ножками владислава выступает в личном первенстве без команды здесь поэтому ей в общем-то бояться за команду не нужно и вот этот поворот конечно шикарные это с его он и техникой эталонные потому что повторяет его очень многие но так сделать по технике исполнения но ни одного мы все просматриваем сколько что мы вам стараемся показывать партийной гимнастики и я говорю многие повторяют но на такой технике только уразова только владислава вот это на ножка так косолапанка ставит туда ничего нельзя когда хорошая работа никакой ошибочки желательно не допускать все видно опа ну умница ну умница все это было владислава уразова завершила она совсем хорошо но мы видели с вами довольно серьезная ошибка вот это покачивание старание удержаться на снаряде это конечно не только мы с вами заметили эти суды заметили естественно будет сбавка вот какое начало это рискованное начало выходить на бревно исполняя сальто назад прогнувшись на одну ногу но поверьте вы по проспекту идете двумя ножками иногда качаетесь вот вот эта ошибка была у нее самой серьезной к сожалению но и два с половиной винта здесь на приземлении тоже небольшой подскочек но в целом старт такой удачный для влады мне кажется ну так для бревна именно для бревна да тем более начинать с этого снаряда это конечно это очень сложно да да артур долаян с падением получает 13 633 он отказался дорога пушка незаметно так это повторно артур один прыжок прыгал вы смотрите как хорошо складка согнувшей сторон выбрасывает ноги и что-то не успел подставить их как бы и он вынужден был сесть а падение вот такое как показал нам сейчас арту к сожалению самый дорогой это называется грубая ошибка оцененность просто чисто один балл сразу снимается ну и дальше прибавляются всякие это в нем вот я вижу тренера сначала сергей старкина и его ученика григорий клементьев на кольцах бронзовый призер чемпионата мира и двадцать первого года и до победитель победитель спартиады сильнейших в этом сезоне на кольцах и тоже на кольцах в основном одни кольца и показывает здесь обращайте внимание пожалуйста как глубоко он схватился вообще даже как-то неловко мне думать так глубоко захватил кольцкой дожимая шикарно через крест в стойку и мин давай рассказывай это обалденно трудно здесь конечно сбавок наверно получит немного было смотрите окунул прям себя и остановил в христе продолжает двойное сальто и точка но какая точка горизонтальная равновесие да и смотрите группировки и вот по прямым рукам конечно это ничего не стоит практически но как выглядит выглядит я хочу сказать другой уровень домкрат так машину не поднимает как он работает на кольцах вот что я вам скажу шикар с эти абсолютная линия до прямая но дальше вы там ищите судеб вредные всякие ошибочки но нам это очень красиво кажется выход в самолет тоже сделал уже под конец комбинации чувствуется легкий тремор устал уже и силы тоже покидают потихонечку клементьева но вот со сколько остается один григорий клементьев с удовольствием объявим это еще раз и давид белявский здесь дорогие друзья здесь не где-то на трибуне а в зале в самом здесь именно я прям загрустила когда не увидела в стартовых протоколах фамилию белявского думаю как же моего любимого гимнаста нет а вот здесь давид давид пропускает этот турнир здесь после кубка воронина десятого числа еще будет шоу алексей немого а также да там конечно он принимает участие безусловно но и потом уже с 9 по 11 на этой же арене будет проходить фестиваль лига гимнастики для самых малышей которые устраивают федерации спортивной гимнастики да это такое как бы всероссийский чемпионат россии среди юношеских разрядов от четырех до десяти лет это такое умиление когда выступают здесь такой чемпионат мира происходит расстроенный артурчик у нас сидит ну и именно это очень из 4 5 лет я могу представить этих чебурашек которые тут как я не знаю как они там залезают на снаряд на чем они у вас показывают свое будущее мастерство мне это все трудно представить на посмотреть чтобы понять но это такое явление новое я не очень такие видела старты вы представляете на такой большой арене уже международный где выступают в общем-то легендарные люди спорта не представляют а вот смайянская область выходит на старт возвращаемся мы к турниру кубка воронина максим ходыкин готовится у нас к упражнениям на кольцах тоже говоря довольно сильный гимнаст в этом виде это можно понять сразу и по его телосложению касаясь сажень плечах я называю да сразу видно конечно селище просто вагон представитель города смоленска нет и зал красивый конечно я всегда так с благодарностью вспоминаю ирина санну потому что и и и с некоторые такой белой завистью но какое же хорошее сооружение а именно в центре спорта лужниках рядышком с огромным стадионом где совершенно категорически другие виды спорта работают да и вдруг этот элегантный зал с такой красивый льющийся лентой вот так и по в народе называют зал лента всего так покороче такой фигурной крыши потому что она как художественная но она вложила тут смысл безусловно это упражнение с лентой вот такая волна происходит она взяла этого творила она ли архитектора но мысль была безусловно схвачена и все это так красиво смотрится я если вам рассказать что внутри просто очень красиво матвея киньшин на вольных упражнениях там же параллельно делает выступает лично за владимирскую область без команды но это такое уже в общем-то юниор который он до выходит на во взрослый формат скажем так да 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 со столом хорошо а вот картинка мне сама по себе нравится обратите внимание мы с вами на хотите вольный смотреть на клинично хотите на кольца этот красивейший тоже мужской вид наговоре но это еще и классный выход из того когда показывают одновременно несколько видов хочется всех посмотреть так я как раз это хотела обратить на это внимание но я так понимаю все уже грамотные режиссеры наши которые я их сочувствую величайший тоже показывать нашу гимнастику архи сложно можете представить 6 видов наговоре на одновременно в этом зале и на каждом кто-то работает а нам хочется и вам показать вам болельщикам чтобы ее любили и дальше любили гимнастику чтобы номерных ребят не пропустите девчонок и подрастающее поколение тоже зацепить вот это прям задача как бы но вот и как раз был такое обсуждение даже показывать сложнее легкую атлетику либо спортивный гимнастик но все таки все таки склоняются к тому что спортивный гимнастик показывать это для показа это вне конкурс это рекордный вид спорта но я успокаиваю даже милые обращайте всех этих операторов режиссеров канала матч-тв который мы безумно благодарны показывайте спортивную гимнастику она достойна тысячу раз говорю 14 комплектов на олимпийских играх не найдете такого второго вида спорта который такое количество разыграть вы мне сейчас сразу скажете легкая атлетика ты их там 100 100 участников а у нас только 10 да и поэтому комплектов наград но это немало матвея кишин закончил свои больные упражнения там дальше будет выходить его брат тимофей они еще пока юниоры такие 15-летние здесь раз таки тимофей будет выступать в команде но я сразу напомнил чемпионат мира ты же брат снова брат выходит а мы с тобой на наблюдали английских двух сестер которые и про кодировы 1 вообще меня очаровала она добилась хорошего результата она по мостал на вольтах чемпионкой да я так получилось получилось просто воевать золото это к тому что не первый случай и близнецы и двойняшки в спорте как бы продлевают друг другу жизнь но посмотрим как раз таки кто будет сильнее на вольных тимофей или матвей вот начинает здорово тоже звездов ребята только-только вот буквально вернулись с первенства россии которая проходила в начале ноября в пензе выступали там оба тоже составе команды владимирской области города владимир точнее и вот здесь на кубке воронина стараются как можно чаще и больше принимать участие молодые гимнасты особенно потому что это все является таким трамплином в большое будущее вот если взять предыдущие даст нет турниры которые кубки проходили выступали здесь и кензу ширай выступал который 4 да который очень большой обхват было международных гимнастов и маленькие в смысле молодые впервые выступали на наших подобных соревнований а посмотрите куда поднялись куда вышли уже на мировые арены это вообще шикарное я хочу поддержать и тренеров и ответственных и самих спортсменов что молодцы что они идут и стартуют соревноваться и тысячу раз повторяю надо тренироваться соревноваться то что гимнастика сложный вид спорта чуть-чуть на каком-то элементе ошибся и жди полгода следующего старта вот так когда малых а надо пробовать пробовать себя бесконечно да и здесь конечно это прекрасная возможность посоревноваться еще раз особенно в конце сезона в общем-то не так уж и много возможности сейчас есть но это было у нас заключительные гимнаст в этой ротации дорогие друзья совсем скоро мы переходим к следующему снаряду поэтому они прощались ангелина мельникова опорный прыжок 14 0 66 первый результат ее здесь и кстати говоря вот есть подозрение сможет ли кто-то обойти но ощущение что нет посмотрим дальше в конце соревнований что будет команда из сборной команды клубов монголии здесь также вот участвует интересные от именам я думаю тоже увидим как сегодня что у нас на коне иван завричко из москвы 12 8 это его лучший результат здесь на эти кисель они выступают казахстан я заметил в этой команде мы ничего ничего мы здесь не притираемся к оценкам мы просто все время их приветствуем и поздравляем пусть пробуют спортсмен никита нагорный не рождаются сразу они тоже проходят через какие-то почки и погремочки это все без этого нагорный был первым на прыжке безусловно оценка 14 5 за два прыжка это средний и здесь помимо того что она идет зачет по многоборью командное первенство и на прыжке да ну и 15 4 виктория листунова дорогие друзья обратите внимание ничего себе но это результат это результат королевский я бы сказал результат олимпийской чемпионки без преувеличения абсолютно это еще не абсолютное ею было исполнение помощь у нас смотрели да и здесь вот на соскоке не совсем дорого убрать ну в абсолютности как говорится все равно ее невозможно это просто там сложность запредельная уже потому что мы сейчас смотрели из исполнения именно исполнение вытянутая красота линии красота что надо делать и амплитуда ты же сам на перекладине как ты посмасшедшим работал чтобы получить максимальную оценку конечно это контролировал своими мозгами я извиняюсь за грубое выражение ты контролируешь что тебе надо удержаться на перекладине но шел на любое движение повороты рискованные ты все равно это ахова делал в этом красота со страны когда смотришь один бы так привязан скорей-скорей за снаряд листунова этого не делает она бешебашная даже я бы сказал она ахова исполняет вот так вот это правильно это но это и опасно легко слететь мы все помним прекрасно создать чемпионат мира который не показал нам ничего хорошего интересного скажем так без нас сразу такой серенький налет был правда я может быть грубо говорю да ну средне средне его уже не действительно можно говорить как есть мы находили некоторых там девочек мальчиков которые на обращать на которых мы обращали вместе с вами внимание но конечно заметное было отсутствие королевского российского да ну что ж будем смотреть как дальше наши гимнасты будут выступать на кубке воронина вторая ротация у нас дорогие друзья команда республики татарстан у нас переходит на коня там даниил маринов и иван антонихин а у них три человека чем даниил новиков кстати говоря точку очень классный молодой гимнаст из города зеленодольск а вот сейчас мне нравится показывать нам как готовится тщательно яна ворона ворона вы будете все догадывать она девочка такая юная но модная она себе волосы так и подкрашивает эффектно я вам скажу я даже не в толпе всегда увижу а это ворона я ее опять здесь немножко даже подхвативаю девушка всегда остается девушка и должна только себя украшать во всем и всегда вот какой у нас общий многоборье показали такими оценками листунова будет лидировать вот здесь кстати говоря будет интересное противостояние мельникова листунова совершенно точно обратим внимание на нее ножка ножки не разводи держи яна держи вот чушь ты так ножками хулиганишь сзади чуть-чуть правда чуть-чуть держись держи слабой чёткий поворот и точно в стойке надо делать и стоять это была яна воронина ворона воронеж это воронеж и кстати ее сопровождаю сейчас сергей андрианов это специалист тренер сборной команды страны именно в этом виде многоборье а вот и геннадий элфимов и личный тренер тоже гимнастический клуб динамо и воронеж да в общем то та самая легендарная школа штукмана которая уже я не знаю сколько там гимнасток подготовил и сюда уровень высоко самое интересное в основном только девушки да там я не помню немного так из воронежа которые тоже не помню я кого-то обидела сейчас своей памятью но я не помню конечно это была ударная женская серия просто великолепных начиная с тамара илюхиной там а это ира первушиной тренера вот сейчас у нас была виктория листунова да нет 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 на в лондоне виктория комова конечно же но такая же классная такая же красивая ну я не знаю это там можно перечислять и перечислять и хочу поздравить рима альсиану рима альсиану жену штукмана александрова у неё фамилия она отметила буквально недавно 90 лет чем я ее от души поздравляю то что союз штукмана юрий дарыча и рима александровой вот он творил чудеса вот он выдавал продукцию не на какой-то средней категории а именно большего материала здоровья тебя римочка у нас дальше тоже вот это я на все ведь сколько девочка маленькой сколько надо на в руках держит накладки в бинты вот сколько надо подготовить для того чтобы подойти к снаряду и вот мы ее снова просматриваем сейчас вообще в основном все гимнастки переходят на работу в накладках конечно как у мужчин на перекладине точно так же на мой взгляд конечно очень здорово потому что во первых это оберегает руки от срывания мозолей но и сам снаряд готовить проще да и помогает тому объем работы увеличить за счет накладки за счет того что руки не так сильно устают вот эти вот и мышцы предплечья которые так простонародье называют хваталки ну вот теперь мы можем замирать вместе с вами потому что опять яркая должна быть работа но это лидеры лидеры конечно на снарядах пропустить их невозможно константин плужников здесь выводит ангелину мельникову специалист сборной команды россии на этом виде на всякий случай для страховки обязательно обязательно пусть страхуют держись молодец молодец это было сложный сальто ноги вместе когда делать сальто вперед вот чуть-чуть достойки затягиваем идем-идем молодец и соскок вот что мне нравится у нее в соскоке она так здорово чувствует это движение она даже поддает выше верхней жерни очень красиво очень эффектно заканчивается комбинацию ангелина мельникова сейчас на повторе если дойдут до соскока мы с вами можем увидеть на мельнику можно сварить тоже бесконечно она хороша вот поворот ворота и сейчас соскок пойдет опа выше этой жерни вот он все спроектировался четкий приход но это выше техники ничего не скажешь тоже хорошая оценка получит но по сложности все-таки немножко ниже чем у листуновой да но для этого обслуживать соревнования две бригады одна бригада следит и определяет трудность программы а вторая исполнение вот они красавцы давид белярский ну где еще такого красивого капитана вы найдете долгие долгие годы будете искать не найдете это очарование пример и как гимнаст и как человек и как воспитание и самое интересное я все пропела про него я абсолютно абсолютно еще про многое что пропоем обязательно потому что это достоин еще еще не добавлю а то потом потеряю и это яркий пример дружбы творчества вместе со своим тренером ломаевом вы посмотрите у него конечно вы думаете вы никто не захотел заполучить любой город и любое спортивное общество но связка ломаев и белярский вот дала вот этот сумасшедший вариант гимнаста мирового масштаба каким стал давид белярский вот как вы считаете лиза гавриловна мне кажется все ребята которые в общем то были там да и нагорный и долаян и белярский вот они стали за счет именно вот этих вот связок спортсмен тренер потому что это на 90 процентов я даже 10 процентов оставляю просто на каприз на какую-то дурость это же это самый первый залог успеха нет предательствовать в отношении своего наставника обычно не более простите а такое грубое слово скажу не более умные ученики не может кто их там опекает подсказывает это самое последнее дело утец у родного тренера вот для меня это так и это мне позволяет сделать такой вывод не только собственная а длинная жизнь гимнастики я же это наблюдаем вижу и думы сразу замечаю так давайте посмотрим никита нагорный на брусьях видно конечно что не очень просто ему сейчас с собой борется я бы сказала прям вот видно это макус хорошо ну кстати говоря не показывает вот это вот всю тяжи своего состояния которое безусловно мне кажется сейчас испытывает и конечно профессор так понимать что ему нельзя плохо делать а трудно хорошо 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 смотрите как вообще не сдается абсолютно не на ютку и на горное сальто с поворотом в конце тоже в идеальное приземление ой никита ну давай иди к анатолию сакычу сейчас что-то он тебя подготовит скажет но ты вот и мои любимые родные и вы меня извините что я так восторгаюсь и восклицаю потому что поверьте это самая главная связка тренер ученик который творит чудеса здесь набрал обороты на горные я считаю и после первого после первого прыжка такого хорошего в общем-то задался такой тон здесь брусья проскочил потому что тоже снаряд непросто очень трудно да да дальше перекладина вот после вольных упражнений 14 8 оценка ангелина мельника тоже неплохо говорили она академично все дело чуть она уступает по трудности викторию листуновой отсюда у нас вот такая вот разница в оценке они обе прекрасно шикарно здесь я тоже очень здорово и хорошее настроение продолжается у ангелина мельникова и дальше есть возможность как бы блестеть еще и на бревне вот это хорошо то им надо пройти этот блестяк блестательный снаряд под названием бревно ну и оценку никиты сейчас мы ждем я думаю что тоже очень неплохо будет для многоборья здесь и артур далаян мы же не забываем что он тоже претендует безусловно а маринов но маринова уже падение такое ну не падение не очень хорошее упражнение было вольна это и сравнивая конечно с прыжком там оценка у нагорного 14 5 а у марина у маринова 13 станет что-то не и на 15 практически такая средняя оценка но он часто будет последним выполнять и что он открывал соревнования круговерти круговерти а 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 Ну, тогда продолжу, пока уже можно немножко остыть Продолжу, что снаряды расположены очень интересно Всё, если сверху посмотреть, картинка прям абсолютно отвернулась от традиционного такого прямолинейного расположения Оригинально, оригинально Даже разбеги по диагонали, ромбом находится у нас, площадка для вольных упражнений Ой, какой красивый прыжок показала Листунова Это только Листунова может Ну, вы посмотрите, она высоко Жалко, что уже после падения, конечно, да Конечно, длина нога Она может перекрыть немножко трудности сейчас падения и получить неплохую оценку Для неё она будет не её оценка, но всё-таки та оценка, которая ей будет способствовать ещё бороться за абсолютное преимущество Ну и здесь мы, да, повторим ещё раз, что в один день соревнований, в одну смену пройдут, в общем-то, все дисциплины практически И вот оценки, которые гимнасты и гимнастки получают на каждом виде, они считаются сразу И в личном многоборье финал, и в финале на каждом отдельном виде, и в командном первенстве Обратили внимание на выражение лица Виктории? Вот она шла, ну кто ей сейчас что-то может сказать, она сама себя прям линчует буквально Что же я, мол, так вот не собрала, что-то такое не доделала Потому что многоборье здесь идёт, и она вынимает противостояние Здесь пять олимпийских чемпионов выступает на Кубке Воронина Вот именно противостояние Справа Владислава Уразова на вашей экране Слева Мельникова Диана Кустова закончила это будущее, мы надеемся, чемпионка тоже Листунова только что завершила И вот это противостояние сейчас в основном в многоборье будет, оно, конечно Накаляется Всегда Держись, держись Ах ты заступила А обратили внимание, потевчащий заступил А как обождалась и обратилась К сожалению, всё равно судья увидел Вы видели, она даже не позволила себе опереться Она так красивенько носочком мотнула за линией Вот, а она его переносит с бревна на ковёр И везде это у неё всё хорошо получается Но это вот одна техника, которая Конечно, она неизменная техника и вообще существует одна Обучилась она Да, да, её правильно обучили Сразу же, и вот эти вот элементы, да, и на вольных упражнениях, и на бревне Они ей помогают набирать, набирать сложность комбинации И ещё один выход за ковёр здесь уразовый, ну как же Это я называю все вот эти заступы, это подарок своим конкурентам Хороший, Дин, ты хорошо Как довернулась, четыре винта, интересный тоже поворот Это очень, четыре, я думаю, три Четыре было Молодец, это она сразу себе скомпенсирует Вернее, она получит надбавку за этот элемент Хорошую Ну и как хорошо тоже, вот здесь как на коньках практически она вращается Это наша болезнь Вот приятно тоже здесь Готовится Дышит, так скажем, атмосферой спортивной гимнастики Да, 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 да Вот ещё раз нам повторяет Вот сейчас она элегантно ножка Нет, это постарай Упражнение на бревне Вот поворот этот Раз Гимнастический клуб Нет, это другое Она там не поднимала ноги Она просто там, да-да, я помню Прижала в этот Да-да, хорошо И вот такие чебурушечки Настраиваются Здесь болеют за своих кумиров Кстати говоря, те трибуны, которые открыты на этом турнире В общем-то для посетителей они заполнили Заполненные практически под завязку Были определенные сложности, поэтому не стали открывать весь зал Да, в общем-то разрешили только две трибуны Как разрешили? Для зрителей подготовить И приятно, что нашли время Наши гости, наши друзья В общем-то любители спортивной гимнастики В будний день Для него рабочее время посетить Приятно Но сейчас давайте напряжемся Посмотрим очень внимательно на Артура Далалаяна Артур Далалаян Олимпийский чемпион Также трехкратный чемпион мира Наш прославленный гимнаст Александр Владимирович Калинин Его тренер Готовится сейчас убирать мостик Для запрыгивания на брусье И вот этот коварный элемент Который у него всегда в командном первенстве И на чемпионате мира практически на двух Вот он как-то не удавался Сейчас четко Немножко тут уголком вышел Видно, что есть переживания, конечно В работе у Артура Здесь Нагорный выглядит немножко понаглее Я бы сказал Вот правильное слово Я хотела за спокойно Но ты более четко назвал Потому что такая у него манера и форма И возможность Хорошо Сальто согнувшись, пока идет Знаешь, чем Артур хорош? Он такой четкий Он не делает лишнее движение Вот если только теряет что-то А так просто молодец Вот академичен Вот так бы я сказала про Артура Ну и вообще Фактура его и телосложение такое Оно прям Я бы сказал, наверное Гимнастически эталонное Эталонное Хорошие раскрытые плечи Согласна Грусь немножечко Вытащена вперед Да Ой, ну ты сейчас расскажешь все Ты мне скажи Он с кольцами дружит, Артур? Конечно Артур Сау Ну конечно Многоборец Шикарный Шикарный Отписывать стал мне его конфигурацию Ну так скажем Вот его всю фигурку Он, конечно, для гимнастства Абсолютного сложения Здесь брусья вроде бы тоже Все очень здорово получилось Поначалу Несколько элементов Были по марке Как будто просто Ну ты улыбнулся С легкой такой недоработки Ну и здесь вот она Троица сидит Просто олимпийских Нагорный Далаян Белявский Навид Белявский Пока отдыхает Готовится К шоу Немова 10 числа Так, сейчас ты скажешь Еще о шоу А это у нас Данил Маринов Давайте посмотрим Для него это все Очень такая сложная штука Он тоже хочет оказаться В этой лучшей В лучшей представительской группе Но в отличие от этой троицы Нашей олимпийской Маринову здесь, конечно И ответственность побольше Предстоит Выдержать И нагрузку психологическую Потому что Маринову всего 18 сейчас будет И он только-только В основной состав Выходит Добавлю Хоть и тренируется Как бы в основном составе Со всеми Но он еще только утверждается Безусловно Ему нужно с каждым соревнованием Показывать Стабильный Стабильный результат Потому что Был такой небольшой задел В самом начале Сезона На чемпионате России В марте Нагорного почти обошел Потом на следующем турнире В Калуге По-моему В Калуге На Кубке России И да, тоже Уже противостояние Было такое заметное А у себя в Казани Он ошибся, по-моему Да, в Казани Ну да Там уже У него проблемы Кстати говоря Есть с перелетом На перекладине Одним словом Та тройка Которая сидела Сейчас на горно-белявске Артур Это уже такие Накатанные имена А он собирается Туда попасть Поэтому У него очень много Надо работать Да, очень много Действительно Сейчас Конь, конечно Снаряд такой Довольно Психологически сложный Но Марина Справляется пока Хорошо На одной ручке Повороты И здесь Большая прибавка Тоже идет За эту Флоп-систему Так называемую Проход хороший Через две ручки Далее Вперед Назад Классная техника Посадка тела Тоже очень ровная И так я бы сказал На одном дыхании Очень здорово Очень прекрасно Супермен Я не дышала Он супер Он здорово сделал Вот ты хорошо Походу комментировал Флоп Когда он перелетал С одной стороны На вторую В общем Это все удалось И я сразу подумала А Никитке еще Надо здесь пройти Этот снаряд А Артурчику Надо еще тоже Пройти этот снаряд В общем Ну гимнастика Не бывает легкой Она никому Не позволит Где-то там За каулками Переулками Обогнуть что-либо Идти всегда Идти только вперед И хорошо закончил Посмотри Именно В стойку Абсолютно вышел Да? На этом На коне Соскок Да Через стойку С поворотом на 360 Нет Здесь Вся В общем-то Техника И вся комбинация Все элементы Которые были Шикарны Послушаем Есть там Маленькая температура У них Даже Моя команда Тарстана У каждого Есть 27 Почти Вот И сейчас Как вы стоите Понимаете Вода Туда-сюда Девайте теплее И берегите Все здоровье Своих близких Все будет классно Ты молодец Но Здесь Конечно Сразу Да Уже Видно Что Парень Понимает Как вести себя На площадке Умей Сревью Дает Нормальный Сразу А именно Извини Я добавлю Я тоже С ним Встретилась Прямо Буквально Перед тем Как подняться В комментаторскую Я говорю Ну Дэниел Как сегодня Будем Он так Я говорю Ну ты умница И знаешь Вообще Я не знала Что у нас С тобой Будет беседа По поводу Ученик-тренер Я ему сказала Держись Своего тренера Вот Я почувствовала Что они друг друга Хорошо понимают Хоть я не так знакома Как с Анатолием Исаковичем Но все равно Вот прям читается Издали Где хорош союз Там хорошая работа Ну без тренера Не бывает Чудес не бывает Ученика Как говорится Итого и другого Не бывает Правильно Но повезло Я буду Нет Плохое слово Конечно Повезло Хорошо прошел Коня Маринов Потому что Такой контрольный Пропускной пункт Здесь И очень здорово Что после вольных Смог реабилитироваться Давайте посмотрим Иван Куляк Сейчас представитель Города Обнинск На брусьях Школа Латыниной В составе команды Кстати говоря Гимнастического клуба Да Лариса Семеновна Латыниной Будут бороться И в командном турнире Тоже Вместе с Романом Рябовым Хорошо Бофсар Ну-ну-ну Тащить надо уже Чувствуется Как в плечах Появляется Такая тяжесть И выходы В стойку все Еле-еле получались И вот к сожалению Как досадно Да Всю программу Прошел довольно Так хорошо Да И видно было И ты обратил внимание Что надо дожимать Надо доходить И вымахивает Он так вот И видно Прям подсел уже совсем Чуть не хватает Еще значит Формы Силы Я не знаю чего Формы Да Формы тоже конечно Я думаю Не лучшая сейчас У Кулика Наверное И На Спартакиаде Тоже Так Не самой лучшей Своей конечно На красе Показал себя Ну я думаю Он из Спартакиаде Среди вот этого набора Он был такой же Как и все А кого там еще Они все одинаковые Кроме нашей Великолепной Впередедущей Я не вижу А почему вот этого нет Маха Она забыла Что он как-то Якубов Якубова Что не было Не подал заявку На соревнования Здесь видимо Он как раз вроде Все время подающий Но все время падающий Насколько я замечаю Ну вот Был Сейчас такой период Видимо идет Не очень Приятный для него Да я помню что он Везде Допускал ошибки На охотающих статах Его слышу все время Подающим Подающим Тоже ошибка Потенциалы есть Пока еще вот Реализовать бы осталось Чуть-чуть Это вот В какой-то любой момент Наверное Может Выстрелить Ну реализуется Будем на это рассчитываться Конечно Будем надеяться Я потому что Все время Так подыскиваю Кто следующий Кто следующий Вот Маринова Невозможно пропустить Заврячко Иван Накольц Сейчас команда Училища Олимпийского резерва Номер один Тоже в составе команды Здесь и Владимир Инаров Евгений Кисель В общем-то Ребята такие Которые Город Уже Москва 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 Которые В составе сборных команд И молодежные И уже Тренируются Некоторые ребята Даже с основными Он справился Конечно Явно уступает Нашим большим Мальчикам Но очень даже Неплохо Молодец Видно что конечно По сложности Комбинация была Не очень такая Классная Ты же сказал что На переходе Юниора во взрослую Сейчас это Хуйца для вас Мне кажется Это просто Невероятно сложно Тут пока не стоишь Посмотрите на Какая эмоция Там какая была Старался держать И тело Прогнуто Он не может Его прямым сделать Как мы на ком-то С тобой обращали внимание Вообще Все это замечательно Когда вам Возмужают Ну что же дорогие друзья У нас следующий вид И третья ротация Совсем скоро Кубок Воронина Продолжается Тему видим Представляем Вашему вниманию Судейские бригады Опорные прыжки Мужчины Александр Тишков Город Королёв Михаил Елизаров Москва Пётр Пынтиков Санкт-Петербург Представляем Судьи Оценивающих Упражнения На брусьях Ольга Оец Минск Марина Ульянкина Москва Вера Колесникова Воронеж Мария Демешкевич Обнинск Упражнения На перекладине Михаил Трубицин Астрахан Дмитрий Парамонов Обнинск Сергей Дорошенко Москва Дорогие друзья Мы рады приветствовать На наших соревнованиях Почётных гостей Виктория Ристунова 12,6 Оценочка на бревне Да, это не совсем Конечно здорово Не та Которая она хотела получить Но это падение Вот то падение Как раз таки Которое допустило На середине комбинации А вот здесь Как раз таки Мельникова Может и вырваться вперёд Но у Мельниковой Впереди бревно Да-да У них у всех И у Куэта Ну Кустава И Яна Ворона Ещё тоже может Собраться силами Но к сожалению На Ворона Тоже на брусьях Невысока оценка К сожалению Но товарищи Тут никто никому Под ножки не ставит Поэтому Как бы там Не дёргались Не нервничали Рассчитывайте Только на себя Жалуйтесь Только на себя Только так Да Здесь Кто как подготовился Скажем так К этому старту Вообще Это конечно Тяжеловато было Мне кажется После спортикиады Настроиться Спортикиады у нас была летом Или какой месяц Я уже забыла Сентябрь В сентябре Да Ещё раз такое делать Рывок Это легко Правильно Да и после Какого-то перерыва В общем-то уже Конец года Немножко мотивация Я представляю прекрасно Как у спортсменов Упало Особенно у олимпийцев Там Какие-то свои дела Уже Ну да Свои личные Месте Да Именно Но вообще-то Какие бы у него Общественные поручения Не были 333 Как ты выразился Но всё-таки Первая задача Это у него Служить гимнастик Да Он членов Согласен с вами Абсолютно Абсолютно Ну и Показывают нам Как раз-таки Сейчас Лучшие результаты На каждом виде Что хочется отметить В первую очередь Пока гимнасты Разминаются Приятно Что Кубок всё-таки Возвращает Как на себе Статус международного И у нас Клуб из Сербии Есть Вожводина Который Выступает И кстати говоря Вот наших гостей Тоже Почётных Светлана Хоркина Присутствует На трибуне Алексей Немов Планировал Тоже посетить Мероприятие Здесь у него Тоже сейчас Идёт Очень активная Подготовка К его Шоу Которое пройдёт В Лужниках 10-го уже Сентября Декабря Брошу прощения Я не могу понять Как ты Я всё-никак От Спартакиады Не отойду Я дошёл Ладно Декабря Тогда понятно Прямо Завтра почти Прямо Пусть Да Вот В субботу Уже Здесь Так Ну теперь Мы возвращаемся К нашим главным героям Ангелина Мельникова Следующий Мне о своём любимом снаряде Обязательно Наряло Постоянно Такое тоже было Ну это так бывает Когда появляется новая комбинация Или новые элементы В комбинации появляются И начинает сыпаться Вся цепочка Вот этих вот элементов Нужно время Для того Чтобы адаптировать Вот эту стабильность Обратно Прекрасная картинка Нагорного Стартует У нас на перекладе Праллельно Нагорного Смотрим Прекрасно Как они успели Поймать нам И Ангелину И Нагорного Ах ты Ах ты И падает На Ковача Вот какая Коварная Гимнастика Она не пропускает Какого-то Недоработанного Момента Вот оно То состояние Которое Возможно После брусев Для Нагорного Сыграло Каким-то элементом Расслабленности Может быть Здесь в общем-то Не очень сложный элемент Он показывает Перелёт Ковача И вот здесь Не дотягивается До перекладиней Вот она Нести из размера Что-то свой Вот этот Отлёт Не успел он схватиться Как следует За гриф Я так думаю Да Повторяет Повторяет И здесь уже Очень здорово Получается Всё хорошо Далее Перелёт Ковача С пируэтом На 360 Но Падать дальше Уже конечно Не позволительно До Нагорного Оборот на одной руке Зулимин Выполняет Очень здорово Здесь самое главное Конечно Дойти до конца Здесь ошибка была Смена направления Вращения Комбинации До стойки Не дошёл он Вертикальный Как тяжело Какая длинная комбинация Когда Перелетает Еле-еле перелетает Уже Нагорный Сейчас осталось Потерпеть Но мне кажется К соскоку Надо уже переходить Иначе сейчас Вот он уже Стоять не смог Это силы Это силы Просто покинули Никиту Видно было Что покинули Под конец Под конец комбинации Все-таки Можно еще раз Оправдать Нагорного Вчера с температурой Он пытался Мы его всегда Оправдываем До последнего Принимал решение Выступить или нет Вчера было Опробование соревнований Опробование снарядов Точнее Он тренировался Потренировался Говорит Вроде бы Я попробовал Все снаряды Нормально Не дотянулся Техническая ошибка Была стандартная Похудевшая Даже на лицо Похудевшая 5 килограмм За неделю сбросил Практически Сам себя износил В этом плане Как мне кажется Конечно Вот И Наш даже Николай Саныч Толстых Здесь Андрей Георгиевич Зудин Президент клуба Динамо Москва Организатор этого турнира Виктор Лукьянов Со Светланой Хоркиной Здесь ведет беседу Как раз таки Представитель банка ВТБ Ну и Светлану Хоркину Как она Далеко от банка Может быть Правильно Светлана стоит Правильно Я ее приветствую И поздороваться готова С ней Так Ну приятно Что у нас гости Из разных видов спорта И И вообще Очень приятно Что был здесь И Костин Все таки Он уже 16 лет Спонсирует Этот замечательный Это вне конкурса Образа Тренер Никиты Нагорного Тоже безусловно Именно Гарибова Так чтобы вы все Помнили и знали Это номер один Это замечательный тренер Лилия Хаимова Наша олимпийская Чемпионка здесь Ну и конечно же Не без супруги Никиты Дарья Спиридонова Она тоже болеет И улыбку у нее не исчезает Даже после того Когда он нырнул Ну уже упал На перекладе Она ему посылает Свои поцелуйчки Это любимая Дружная семья Семья И очень правильная реакция Уже в данный момент Я на Дарью смотрю Не как на гимнастскую Прошлую А как на жену Которая совершенно правильно Поддерживает своего мужа Я с вами абсолютно согласен Диана Кустова У нас на Вольнах Хорошая девочка С хорошим На бревне Прошу прощения Готовится выполнить Виктория Листунова Вот это тоже хотелось бы Посмотреть Она на Вольнах И выйдет Листунова Но мы Кустову Сейчас заканчиваем Эт ты какая хорошая Динамовка Правильно я все время Да Совершенно верно Давайте на Кустову Мне композиционный Хочется Ой А я на Листунова Извините Давайте смотрим Стоять Ух ты Новый элемент Добавляет здесь Вика Молодец Два с двумя В полугруппировке Здесь конечно В отличии Ангелины Вика не такая Прыгучая Прыгучая Да Конечно И акробатику прыгать Чуть-чуть сложнее Но она сделала Молодец Что она такой Сделала в ход Вот четкий поворот И здесь Дальше пошла Листунова Со своей академикой Давай-давай Дыши только Где-то Найди свои силы Вика Три оборота Хорошо Молодец Доработала Давай-давай Это коварный поворот Чуть-чуть шелохнет Ее Чуть-чуть сразу Не до ворота И еще что-то Стоять Молодец Давай Молодец Ну Не угрожай Но дыши Дыши Распределяй Своё дыхание Еще впереди Сложную акробатику Надо сделать Вот это конечно Я Рая Бичукина узнаю Простите Рая Ганина У нее фамилия Когда-то была В сборной страны Рая Бичукина Шикарная гимнастка А сейчас она Тренер-хореограф И конкретно Вот работает С Викторией Листуновой И ставит Ей вольное упражнение И стоять Стоять Так и пытаются Споткнуться И умри Молодец Стоять Воображать Да-да Молодец Здорово Здесь браво Виктория Получает Получше Точнее Я думаю Хорошую оценку Акробатика Конечно Ей достается Посложнее Чем Более Ростом Пониже Она все-таки Высокая гимнастка Смотри Какие ей надо Все рщеги Здорово Что она сейчас Вот здесь Как раз Есть возможность Это пробовать Это важно Да-да Именно на этих стартах И Вике-то всего Лет 18 Сейчас Только будет Она Только-только Начинает Свою Скажем так Взрослую Сейчас на следующий год Выстрелить бы на Олимпиаде Она бы там Никого не оставила Я думаю Да-да-да-да Конечно Это ее Олимпиада Возможно Будет Будем на это Надеяться Да Но пока здесь прекрасная возможность Все равно Повыступать Тоже на таких турнирах Кубок Воронина Здесь у нас Присутствуют Это тренер по акробатике? Да Это Специалист по акробатике Молодежной сборной был Так Уразова Виктория Владислава Уразова Да Конечно А я сказала Виктория Да Ну я уже просто Тоже за них переживаю Владислава Уразова Ее тоже никогда нельзя спутать Она блестящая Для нас И достойная Чемпионка Олимпийских игр Ну и болельщицы наши Конечно же С плакатами В поддержку наших Молодцы Легендарных Великих спортсменов Опа Два прыжка А ты что Что ты здесь делал? Я не понял Я честно говоря Он уже стоял Владислава Ты что решила Попробовать Насколько мягкий мат Или что? Я не знаю Даже как-то жалко Она здесь Руками коснулась Не оперлась Очень А коснулась Это ошибка Опора? Как опора Да Такая Ну сейчас посмотрим Может повторить Касание было бы Это вот как в футболе Если например Прижатая рука И мяч Случайно об руку попал То есть Не специальная игра Это не специальная А здесь Она бы если коснулась То Вынужденная Постаралась бы Быстро убрать Согласна Она как-то Оперлась Согласна С тобой Согласна Так Ну что же мы Сейчас может быть Увидим оценки Вы понимаете Тут просто буря На На помосте Хотел сказать В зале То что все снаряды Функционируют Все Все На всех Крутятся Вертятся Разбираются Странно сейчас Кстати говоря Вот про Владу Что она так Вроде бы уже на ногах Стояла после прыжка И тут раз Чуть-чуть могла потерпеть Такое хочется Иметь желание Не надо было Ей ручки протягивать Ниже колен Ну так получилось Так получилось Ой как он похудел Вот Никите сейчас Каково я не представляю 11-3 оценка его На перекладни А впереди-то Вольные упражнения Это самый сложный Снаряд По выносливости То есть тут Не то чтобы Встал в стойку И можно дальше Продолжать все элементы Где-то вздохнуть Или еще что-то Шоколадку съешь Хоть что-нибудь А тут На вольных упражнениях Сейчас будет марафон И его надо выдержать От минуты до полутора Практически без дыхания Они это делают Ну да Минуты 15 у мужчин Сейчас еще увеличили На 5 секунд В новом цикле Олимпийском Правила международной Гимнастики Да Дали возможность Как будто еще Добавить одну связку Акробатическую Хотя куда там Да Еще там одна акробатика Минуту 10 Раньше начинали Вообще с 4 акробатических связок Даже с 3 И одна прямая была Ну это ты слишком давнее время Вспоминаешь Уже 4-5 надо Да Или даже Уже 6 делают 7 там Лишь бы набрать Больше Больше В комбинации Оценить базовую стоимость Своей комбинации Ну это принцип Один и тот же Хочешь жить Умей вертеться Есть такое Выражение Упражнение Вот кто Провертеться Повертеться Больше Количества раз Тот будет жить Будет иметь запас Ну да Лайкан у нас Это хорошо Тоже К прикладней Подходит Да Да Они в составе команды Как раз таки Вместе с Никитой Нагорным Могут в общем то Не могут А претендует На завоевание Медалей В этом виде Если они Тогда кто выиграет В командном первенстве Я имею ввиду Конечно Они выиграют Даже вот пусть Немножко будут Подпадывать Все равно Должны выиграть Ну такая да Команда получается Не сильно Равноценная С другими Да Два олимпийских чемпиона По сравнению С другими Но тем не менее Что уж теперь Здесь только спасибо Клубу Динамо Москва Надо сказать Который воспитал Готовьте Готовьте И другие клубы Готовьте Олимпийские чемпионы Совершенно Все абсолютно логично Хороший перелет Коуча Прямым телом Первый делает Артур Еще один В группировке Как раз таки Тот на котором Нагорный допустил ошибку Еще раз Прямым телом По-моему Он пролетел Назад Да Перелет Качева Ты смотри Пока у него Все получается Хорошо И намного лучше Выглядит он На перекладне Чем на брусьях Здесь видно Как технично Без особого Такого Напряга Да Не чувствуется Напряжение Никакого Видишь Все у него Пока получается Но у меня глаз Не черный Поэтому я смело говорю Ну и со скотча Артур Далаян Два бланжа С пируэтом Хорошее приземление После комбинации Которая в общем-то Практически Безукоризненно Выполнена Да Может быть Где-то по сложности Чуть-чуть Опустил Нет смысла Напрягаться Сейчас Впереди целое Многоборье Но исполнение Мне кажется Оператор Это находка Это была Интересная находка У нас На связи Спортивной Гимнастики Вот Виртуозы Сами становятся Гимнасты Придется на ставку Ставить В зал Сборной Да Сборной Комбинации Так как он успел И приземлился Вместе с ним Прямо вот этот Весь оборот Совершил Молодцы Ребятки Так Хорошо прошли Динамо Москва Перекладину За исключением Падения Никиты Нагорного Конечно Но впереди Еще Несколько Снарядов Будет А вот Глотово Из Тульской Области Оттуда Откуда Уже Чемпионы Мира Были Так что Тут Всегда Можно ждать Хорошей работы И пока Она с этим Справляется Чувствуется Еще Не очень Взрослая Но Уже Многому Научилась Молодцом Молодцом Давай В таком же Темпе И докати До конца Перелетаем Все четко Хорошо Поворотик Ножки Немножко Стриганули Так И в соскок Стоим Ну и умница Ну и умница Это была Глотова Из Тульской Области Алена Глотова Да Здесь Ей тоже Совсем Еще Покаливная Гимнастка 17 лет Она уже В составе Сборной Безусловно Вводит ее Константин Плужников Наш Тоже Гимнаст Хороший Плужников Кольцевик Неоднократный Победитель На кольц Который Потряс Лондонскую Олимпиаду Хоть он там И не стал Призером Он был На Плужников В Пекине Выступал Это Пекин был Костя А в Лондоне Балатин Балатин Я все время хочу Извини А ты меня поправляй Извини Потому что я помню И того и другого И оба великолепны Здесь мне понравилась Глотова Мне понравилась она Может быть она По трудности Еще не вышла На максимальную Такую Но по школе Вот идет Наш Маринов Даниэл Даниэл Маринов Да Республика Татарстан И Выводит его Тренер Ради Батырш Курмангалян Тренируются они В Казани Тоже В гимнастическом Центре Держись Смотри какая красота Эмин Подхваливай Начинай А то я не объективная Я уже кого выбираю Я отправлю себя В объективности Ну потому что я выбираю Очень хорошие Ключения Мы смотрим Всегда Как бы На красоту Здесь Были конечно Немножко ошибок В удержании Элементов Самолета В самом начале Там чуть ниже Колец Мне показалось Он был По горизонтали Но Здесь конечно Маринову тяжелее Намного Обратите внимание Рост какой у него Он выше Среднего Статического Гимнаста Это явно выше Прям заметно Невооруженным глазом А чем длиннее Рычаги Чем длиннее руки Тем сложнее На кольцах Здесь работать Потому что Мышечное волокно Оно Намного длиннее И держи Молодец Так здорово работает Пока Значит Даниил Пока мы разбирали Твои мышечные волокна А ты в это время Так вертозненько Прокрутил Все вращения В этом соскоке И приземлился Разумительно хорошо Так Я считаю Что контроль Красивая линия была Можно посмотреть Вроде бы неплохо было Красивая была Линия Вытянутая Вот так надо держать Носочки Чтобы они не стригли Ничего не разгуливались И вот успеть Раз и точка Зафиксировать И становится мертвой И убедительно Ну вообще комбинация Хорошая такая Она достаточно Сложная? Нет Я бы сказал Достаточно средненькая Но тем не менее Для многоборья Здесь Маринову Она будет Да Вполне себе Достаточно Приземление Тоже хороший Соскок Два с двумя Здесь полугруппировки В общем-то Отработал Уверенно Отработал уверенно Впереди У Маринова прыжок Следующий вид И на прыжке Как мы знаем Можно заработать Чуть побольше очков Там у него будет шанс Нагорного Подняться к Нагорному Кстати говоря Но мы не забываем Что Далаян Он в общем-то Неплохо прошел И брусья И перекладин Он у нас упал На прыжке только упал Один раз Да Но учитывая то Что на прыжке Там сумма баллов повыше Не сильно просел По очкам Давайте на бревно посмотрим Яна Ворона на бревне У нас Город Воронеж Держись-то Яна Ворона Ведь тебя отличает Что ты на бревне Хорошо работаешь Давай доказывай Вот припечатал Это молодцом Фляг Фляг Планш На дну Держись-держись Это делаешь По копейке в зале Просто вот Даже не шелохнется А вот решила На соревнованиях Подражать Хороший Пришел хороший Хороший Яна Здесь хорошо Перекат Ну немножко Повображать Надо отдохнуть Показать Свою красоту Вспомнить Что это поворот Ну руки не болтай Стоять-стоять Молодцом Вроде как простенькая Прыжковая серия Но сосредотачивалась После каждого прыжочка Простите Ну так очень мягко держится Старается после каждого элемента Остановиться Сосредоточиться Правильно Пешабашности Здесь нельзя допускать Это бревно Лучше паузу Чем уже Ахнуть Так И соскоп Стоим-стоим Ой ну как же так В конце Ну все же было хорошо Держалась там После каждого элемента Старалась Контролировать Контролировать Все получалось Все получалось Ну вот это девчонки Непредсказуемые Но в данный момент Я и мальчишкам такой же Думаю что же с тобой Видели В самом конце На приземлении Ну что сделали Ох красивые Прыжок Ах коварный Невероятно Прыжок в кольцо И вот видите Почему ее зашатало Потому что Это в слепую Приземляешься Абсолютно в слепую Но именно вот в этот момент Когда запрокидывание головы Идет назад И возврат Сразу потеря контроля Именно Такая Голова назад Ноги вверх И ты не видишь Куда ты свои ножки Проектируешь на приземлении Видишь какая Риск высокий Потому он и высоко ценится Этот прыжочек Еще здесь конечно Прожектора некоторые Мешают Согласна И так прям Я обратила Когда зашла в зал Он хороший Это освещение Хорошо для больных То есть для девочек Художной гимнастики Как вот это освещение Сосредотачивается На больных упражнениях А у нас же снаряды разные И когда глаза На другом каком-то элементе Слепит это все Ну вот давайте посмотрим Еще у нас кстати говоря Представители Да Команды Как она правильно здесь называется Представители Сборная команда Клубов Монголии Вот так вот Как Ну давайте так правильно назовем Усух Бояр Эрхэм Бояр Ты смотри Какие они молодцы У них гимнастика Давайте познакомимся И может быть даже Наверняка И мы поможем И наверняка Они к нам прибывали Очевидно На какие-то Вообще Тренировочные сборы Может быть Я так предполагаю Потому что у нас была широкая сеть Как всегда Особенно Динамо этим отличалась В те же времена Миша Воронина Да И приезжала На эти турниры Как минимум Стран по 25 И в общем-то Скажем так Лидирующих Ведущих в гимнастике Да Там США Китай Япония Там еще какие-то Ну и так же Безусловно Не могли отказать Странам Которые просто Проявляли свой интерес Выступать на эти соревнованиях Потому что У них там Может быть Не так много Таких турниров Которые проводятся И может быть Даже не такая армия гимнастов Может быть Только еще Единичные клубы Вот поэтому У меня было желание Помочь им Потому что Надо развивать Вообще-то Честно сказать Международная федерация Гимнастика Гимнастики Международной Повторяю Она Включает в себя Так много стран В мое время было 70-80 А сейчас уже Очень-очень много Еще больше стало Ну а на вольных Пока прыгает Сейчас параллельно Данила Григорчук Из Беларуси Да Тоже представляет Клуб белорусский Ну мы именно В правительстве Сказать что Белорусская школа Гимнастики Она славилась Очень большими традициями Хорошими результатами Очень хорошими Как в женской части Так и Мужской Да и там Много Наших коллег Которые Переехали туда Выступать За сборную Беларуси Это было Чисто их произведение Виталий Щерба Ты помнишь Такой камин Который Безусловно Завоевал Все олимпийские Я шучу с именом Целостые награды Да конечно Да да конечно Ну а если Тамара Лозаковича Ольга Корбут Волчетская Ну вообще Плеяда просто Сумасшедших Шикарных гимнасток И в это время Параллельные гимнасты Были замечательные Так что Это не новички Далеко на стадионе Команда Беларуси Ну и одно падение Падение уже Ну это монгольского мальчика Это мы простим Ничего Самое главное Он как вспомнит Куда он приехал И на каком он турнире Принимает участие Это уже высочайшая гордость Для самого гимнаста Из Монголии Ну кстати говоря Вот обратите внимание Техника очень неплохая Русских кругов здесь И вот у них Соскок Как раз В общем У нас После Эрхембояра Заканчивается Ротация И мы переходим Дорогие друзья Уже к следующей Да Все так Субтитры сделал DimaTorzok Болельщики Увидели себя В объективах наших камер Увидели себя На мониторах Проявляйте себя Максимально ярко И получайте Призы От организаторов Кубка Воронина Ну что Поехали Прояви себя ярко Покажи эмоции Танцуй Двигайся Будь самым-самым На этих трибунах И подарок От гимнастического Клуба Динамо От Кубка Воронина Сделай ярко Покажи себя Мы выберем Четырых самых ярких Секрет на двоих Секрет на двоих Вот 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 это уже было Что-то Из современных танцев Секрет на двоих Секрет на двоих Покажи какой-нибудь танец Секрет на двоих Ты доиграешься Путь самый Вот Вот Уже пошли танцы Отлично Есть Первый Претендент На приз Пока Правда Только одно Движение А вот Здесь Рядом С нашими Талисманами Джим и Настикой Они заряжают Ребят Позитив Покажи Следующая Ротация Дорогие друзья У нас Кубок Воронина 28 По счету Продолжается И вот Обратите внимание Артур Далаян Начинает лидировать В многоборье И довольно решаемая разница Почти 41 балл Да Все могут еще Но все равно Возможно еще Менять Отвоевывает Отвоевывает Здесь Завречко Нет Да Другое Немножечко Ангелина Мельникова Тоже пока лидирует 43 Полбалла В 60 Почти Листуновой Да Ну все Еще решаемое А в каком плане Еще точку поставить Нельзя Вздохнуть Никому нельзя И той же Мельниковой И там может Далалаяну надо Хотя бы еще Пару снарядов Твердо отработать Далалаяну До последнего До последнего Потому что Сколько раз Мы с вами наблюдали После пятого снаряда После шестого Только все решается Сейчас прошло Три Еще ничего неизвестно Сейчас четвертая Ротация Пока Поэтому Все будет решаться После Я бы сказал Даже наверное У мужчин После того Как на горной С Далаяном Пройдут коня Так Это правильно Потому что на кольцах Там более-менее Все понятно уже Не такой Психологический Сложный снаряд А у девушек Когда они сейчас Пройдут Бревно Но Мельникова Уже прошла А ну кстати Все они прошли У Разова И Ристунова Осталось вольное упражнение У многих Да У девушек Заключительный вид Уже Они сейчас Отвыступаются И будут отдыхать Мужчины еще Впереди Три снаряда У них Я в этот момент Хочу добавить У Мельниковой Большие Предпочтительные Такие возможности Стать абсолютной Чемпионкой Чемпионкой Этого турнира Будем надеяться Она тоже на это Рассчитывает безусловно И еще Завоевать Несколько медалей На Каком-нибудь На каких-нибудь Отдельных видах Упражнение Брусси Выполнит Владислав Уразово Ростов Заверичко Иван Сергей Ельцов Допрошу прощения Сейчас На Великладине Представитель города Астрахани Чемпион России В этом виде Кстати говоря Один Обладатель Очень непростой На мой взгляд Может быть даже Самой сложной Комбинацией Здесь на этом турнире Повторяет И вот здесь Конечно Это Ельцовская Техника Одного Большого оборота Поджимает ручку На талию Ставит Очень уверенно Чтобы все Увидели Что он легко С этим элементом Справляется Сейчас Сейчас тренируется Кстати говоря Тоже В клубе Динамо Периодически Бывает там Сборную команду Уже Не совсем Пока попадает Но раньше Было безусловно На каждом сборе Сейчас Немножечко Сместил Потому что Весь фокус Практически На один снаряд На перекладину Да И Работает только на нем Меньше возможностей Сразу меньше возможностей Когда они ограничивают себя В каких-то Ну и здесь кстати говоря Стоит отметить Дорогие друзья То что Ранжирование Оценок Будет С учетом Международных Правил гимнастики Два спортсмена От страны Сколько завоевать Медали Ну и молодцы Они повторяют Здесь Регламент Международных соревнований Да Так как Соревнования В общем-то Считаются международными Да Шесть стран В общем Участвуют Да Это когда мы Их всех назвали Так что Это все правильно И логично Это Вестунова Добрышки Да Совершенно верно Виктория Лискунова А это второй прыжок И Рандат Фляг С поворотом Сальто Ну здесь видно Конечно Что Вика расстроена Безусловно После того падения На бревне Наверняка Понимает Что Мы не видели Как первый прыжок Она еще сделала А как она не хочет Видно Что уже не хочет Проигрывать Ну конечно Она не хочет Это нормально Это нормальное Пока еще Это юность Наверное Да я бы сказал А именно Ну а я тебе еще Сейчас добавлю Сколько не хочет Есть такие Спортсмены Рождающиеся Или лидерские качества У кого Большие претензии Амбиции Амбиции И она вот уже Почувствовала Например Где-то Пальму И понимает Возможности Ах Поиграла Делай вывод По-другому Значит Ты еще слаба В чем Не выдерживаешь Этой серьезной Конкуренции Да Прощупать себя Где ошибка была В психологическом Плане Каком-то Потому что Срываешься Значит Не можешь Такие элементы Умеют делать Значит В тренировках Они легко Это делают Так Вот сейчас Мы посмотрим Хороший Алексей Ростов Готовится На перекладине Он В общем-то Тоже На этом виде Очень неплохо Работает Несколько раз Завоевывал Медаль На чемпионатах России На Кубках Мира Выступал Но вот Немножко Чистоты Добавить В его комбинацию И совсем Будет все здорово Даже На этап Кубка Мира Можно брать Медали Я так Часто Включаю В себя Судью Но хочу Именно Смотреть На гимнаст Глазами Зрителя Просто Что нравится Или не нравится Но не могу Выключить Вижу ошибки Например Это иногда Для общего впечатления Мешает Молодец Молодец Вот как здорово Он сейчас прогулялся По Агреку Пока Неплохо Да Работает Поддержал себя Сейчас Нашел Со скорой И Два бланжа С пироэдом Ну В конце Видно Конечно Что ноги Подсогнул Уже На Во время Вращения В двух бланшей У меня в числе Еще один Винт был Или это два Винт один Был Да С одним А два Бланжа Я прослышалась Думала И все Как же так Все правильно Согласно Абсолютно Я слово Прослышал Ну Сложность Неплохая Кстати говоря Показал Здесь он здорово И перелет От Качева И соединение Да Уже довольно И возрастной В том числе Да Все сразу И на многих Стартах Выступал В составе Команды Города Владимир Кстати говоря Он тоже Здесь За командное Первенство Борется 93-го года Рождения И вот Коротков Севл Здесь тоже Выступает Юниоры Тоже интересно Девушка Глотова Да Который Мы видели На Брусьях Да Алена Глотова Тульская Представительница Города Тулы Давай Ты смотри Какая она Я бы сказала Непожарная Она сделала Довольно Такую Акробатику Смелую Ну Назарова Наверное Там тоже Прикладывает Руку Я не знаю Имени Тренера Ее Блотовой Но пока Почерк Такой Хороший При всей Ее юности Держись Держись Уже Я тебя Захвалила Постарайся Не Подпортить Впечатления Молодцом Два Поворота Ну Молодцом Давай Осталось Совсем Немножко Подышать Отдохнуть Порадоваться Самой Себе И выйти В соскок Ну Все Напоминаю Это еще Юная Гимнастка Ну В смысле Она уже На контроле Конечно Сборная Тренируется Уже Ну Поэтому И видно Что она Уже С некоторыми Претензиями Она уже Что-то Умеет И что-то Получается Это очень Важно Вот этот прыжочек Надо в шпагат Ты не старушка Отчаянно Как Мельников Как Вестунова Хлестка Шпагат Даже закидывать За шпагат Тогда ты гушь Глотова Совсем Хорошая Ну Смотрите Зато Как здорово От начала До конца Без таких Крупов Помарок Это важно Ты прослушал Слово Какая-то Непожарная А мы К девочке У нас Пожарница Но как Подходит К бревну Так Начинает Ее бить Током Во все Стороны А это как раз Совладало собой Это очень важно Вот здесь Такое ощущение Бывает Что Ангелина Мелик Когда выходит Она вроде бы Очень здорово Работает на бревне Но вот у нее Каждый элемент Такой он Быстрый Динамичный И она все Контролирует Ну да Но она умеет Прекрасно Контролировать И останавливать Все держать А другие Еще покатулочки Как вы говорите Пожарный Пожарный То что горит Именно Понимаешь в чем Досада И тренер же Стоит рядом И весь Прям Страшно Переживает То что на тренировку Как-то Показывает Умеет Ты шикарный И лихо Нет Назвали твою фамилию Ты задрожал Да Это вот К сожалению Как-то так работает Вроде бы Ты все умеешь Прекрасно делать Вот это нервы Готовишься Но когда Появляется Твоя фамилия На экране На табло Что тебе надо Выходить Зеленый свет Сразу включается Токи Немножко по-другому Ощущается Токи высокой частоты Коленки почему-то Задрожали Руки дрожат А надо все Себя собрать В одну точку Егор Шарамков Готовится Сейчас выполнять Упражнения на коне Представитель Белорусской гимнастики Кстати говоря Тоже очень Довольно опытный Гимнаст Не раз выступавший На чемпионатах Мира И участник Олимпийских игр Но с конем Не очень Дружат Больше конечно Дружат с вольными Упражнениями Один из немногих Кстати говоря В Белоруссии Кто первый Начал прыгать Тройное сальто На вольных Он такой крепкий И ноги Прыжок и вольный Конечно это его Снаряды Понятно Наверное Все таки Больше Чтобы пройти Многоборье Так скажем Дополнение Бесконечно Экран у нас Пересекает Воронинка Воронинка Мне все это Нравится И поверьте нам Что очень Красивый зал И вместе Вот с этими Именно достойными Номерными Гимнастами Которые сегодня Участвуют В соревнованиях Вот как сейчас Промелькнул Маринов Или Артур Дололая Ну что о них Еще добавить Невозможно Вот он вышел На вольное упражнение И первая связка Хорошо Выполнено Двойное сальто Согнувшись Честно говоря Вот даже как-то Пропустил Весь период Подготовки Артура Он особо Не показывал Что он готов К соревнованиям Молодец Чуть-чуть Не знаю Ну тут Нет Не поднялся Он на линии был Так Держаться Молодец Артурчик Молодец Два винта Вперед Тоже очень здорово Дополнительную Десятую За вот это Соединение Получает он Здесь Из шпагата Выход В японскую Стойку Давай добавлю Ладошка Должна только От головы До пола Вот какая Японская Расстояние От головы До пола Вы посмотрите Как это сложно Широко расставлены руки Казалось Участую На все стойка Оп Держись Как ловит Пытается Каждое приземление Артур Долая Прекрасно Это он умеет Сейчас пару вздохов Надо сделать Таких резких Чтобы Освежить Дайте сюда Уже то Накопившееся В легких Выдохнуть И С новыми силами Заключительную связку Как Артур показывает Три винта Сделать И все получается Сейчас у него Я думаю Что оценочка Тоже будет приличная Он сейчас Еще подтянется Поближе Или он на первом месте У нас сейчас Пока Далаян ведет После такого выступления Нагорного Конечно Дал он всем фору Практически Посмотрим Как дальше будет Вести Никита Свои выступления Здесь конечно Мы все прекрасно Хотим вспомнить Опять То как Обратите внимание Вернулся Артур На вольные упражнения После разрыва Ахиллова сухожилия Перед Олимпиадой Буквально за Я даже вспоминать Болезнь Месяца Выступал на Олимпиаде Маринов Здесь Двойной сальто Ну как Так Еще падение Допускает он Ему то как раз И не надо было Класть мат Потому что Он и зацепил Сейчас Кстати Второй прыжок От Маринова Сейчас будем смотреть Первый А он второй Это был Рисковал Стал Двойное Двойное сальто С поворотом Это сложный Конечно прыжок Но претендует Тоже на Хотел завоевать Медаль на этом виде Здесь я думаю Конечно же Так как квалификации Нету Есть возможность Если ты владеешь Двумя прыжками Сделать два Потому что ты можешь Сразу выиграть Этот вид Первый прыжок 40 баллов Шикарно Здесь шикарно Здесь шикарно Три винта Потому и 14 Да Шикарный Молодец И тут досадно Что он во втором Раз Два Три И почти ноги И техника какая Ноги вместе Превосходно Молодец Почти японская Или китайская Корейская Я бы даже сказал Потому что одни Законодатели Моды Все на К Китай Корея И Казань Туда же Все Да Хорошо Хорошо И Казань Туда же Действительно Молодцом Правильно учат Парни Вот это вот Очень здорово Обучился он Именно технике Вращения пируэтов Здесь в сентябре На Спартакеаде Всемирный Хочется сказать Всероссийская Всероссийская Три с половиной Пытался заходить Упал Но тем не менее Это один из самых сложных Шков сейчас вообще В гимнастии Закончается Так Эту девушку Герасимову и Лену Мы здесь видим Пока впервые Она нам попалась Мы ее знаем Так Посмотрим Лена Герасимова Чувашская республика Чебоксары Да Участница Олимпийских игр В Токио Лично Вне состава команды Тоже после травмы После травмы На Кубке России Вернулась она Молодец С коленом У нее было Прилично Ты рассказываешь Про Токио А я смотрю Сейчас говорю Пока молодец Первую линию Сделала Хорошо И еще раз Хорошо Отлично Потому что Сделать боком Сальто не рандат Было Сальто боком И сальто назад Сразу Это отлично Еще раз Отлично Причем без постановки Руков Пока не с пугневым Очарования Она что-то Не поняла Что она на бревне Она сделала Всю половину Своей программы Превосходной Ну вообще бревно У нее такое У нее коронка Да Самый Лучший Красиво Она хорошо На полупальцах Высоких Красиво Прошлась немножко И прыжочек Немножко Ножка сзади Дрогнула Согнулась Так Фляг с поворотом Это неприлично Для ее класса Работает Это надо сказать Ей или тренеру И молодец Два винта Просто молодец Ты знаешь Она в первой половине Сделала просто Всю трудность Очень хорошо Да и практически Мы с вами не заметили Какой-то заметной Потери ровной веси Это уже говорит о том Что она и не допустила Значительные ошибки И как здорово Я заметил Конечно Вот Нам удавалось Довольно часто смотреть После Олимпийских игр Выступления наших Гимнасток Которые Юные такие Достаточно Понятно Ангелина Мельникова У нас Капитан уже Заящая Волшебница На снарядах Скажем так А девушки Вырастали практически На глазах И уже Даже техника Меняется Из Такой Венерской Во взрослую Сейчас по-другому Выглядит Помогаете Я пытаюсь Сейчас описать Как нам Я понимаю Красиво Посмотрим на мальчика И ты все По-женски Данил Новиков Кстати говоря Тоже Надо обратить На этого парня Внимание Сейчас Из Молодежной Сборной Заходит В основную Команда Татарстана Она Очень Здорово Прибавила Толковая Команда Толковая Заметная Команда И все Это потому Что там Огромная Вернее Грамотная Группа Татарстана Она 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 Достойна Комплиментов Всех Высших Аппетитов Аппетитов Русского Языка Хорошая Новая Комбинация Музыка Давай я ее Послушаю Тогда Потому что я Новую ее Композицию По-моему Не видел Вот какие прыжки Должны быть Она Лихо Вылетела И на полной Высоте На Апплитуде Прыжка Так 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 С места Молодец Молодец Воображай Кокетничай Хорошо Выстрел И в поворот Еще Боже Надо было Так Хорошо Ну и Мин Теперь Эту линию Еще За нее Сделайте Последнюю Держался До последнего Сейчас Да Восогнувшись Маленькая Это цель Конечно Трудновато Ей Видно Было Заканчивать Но Она Сохраняла Свой Высокий Уровень Исполнительского Мастерства И касаемо Акробатической Части И касаемо Хореографической Потому что Ей в хореографии Даже какие-то Движения Пусть Тазом Она Кокетливо Это все Требует Нагрузки Потому что Надо В приседе Она Котетничает А потом Надо Вырасти В рост И потери В акробатику Это все Сложно Но она Выполнила Это на уровне Мельниковой Ну во первых Это еще Как бы Дополнительные Затраты Физические Энергетические Потому что У нее Вся комбинация Достаточно Динамичная Динамичная Она все Везде танцует Везде Нету никакой Остановки Практически И даже Что я хотел сказать Даже вот Ну нам Наверное Профессионалам Было заметно Во время Поворотов Ее Одного Другого Вращения Ее в одном Повороте Завалило В одну сторону В другом В другую Второе Мне кажется Она прям Без форса Обычному зрителю Это даже Не было Скорее всего Заметно Потому что Она столько Все красиво Выглядела Это даже Не сильно Зритель Точно такая Была реакция Что она Все замечательно А почему Такую оценку Ставят Ну такие Гадкие Требования В правилах Бывают Ну что Сделаешь Которые Заставляют Взять И так Снять Что-то Судьи Конечно Замечают Безусловно И вот Эти вот Небольшие Помарки Да Судьи Это я Сейчас был Как раз Таки Удалось Посмотреть Нет На Соревнования По художественной Гимнастике Небесной Грации Которые Сочи Проходили Недавно Там Вот Мне Как Ну скажем Так Не сильно Посвященным В этот Спорт Такая Красота Девушки Уступают С снарядами С предметами Прошу прощения Да И вдруг Какие ошибки Там можно Заметить Вот Примерно Такая же Реакция История Здесь Они нам Изъявляют Как Какие Видите Ошибки Как Это Можно Развлечить Товарищи Это Все Называется Знание Предмета В целом Я думаю Что надо Понимать Только Какие Фундаментальные Вещи Прыжок 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 Ошибка Падение А вот Это Запоминайте Это Даниэл Вот Его Ошибка Оценка 14 116 Это За второй прыжок Мало Получил Конечно 13 Средняя 14 116 Да Средняя Ну вот Такой оценкой Он в финале Там зацепится У Нагорного 14,5 Почти А Значит Еще уместится Может Еще Да Может Кто-то Попасть Туда В это Расстояние Да Да А Вот Теперь Вольный Готовится Нагорный Сейчас Легкую Диомоторную Тренировку Проводят Для Приземлений А Юнармия Это Здесь Нет Его Юнармия Не заметили Как Мне понравилось В Казани Они так дружно В ледяной формочке Сидели Ну просто чудо Так Ну вот Ангелина закончила Да Ангелина Кстати говоря Завершает Действительно Четвертый вид У нее был И сейчас Уже совсем скоро Мы узнаем Окончательный результат Лидеров В общем-то Женского многоборья Что Очень здорово Мужчины продолжают Пока еще впереди Два снаряда А сейчас Нагорный Никита Вольные упражнения Первая связка Бланш Два согнувшись Хорошее приземление Здесь Небольшой подскок Но тем не менее Такое чувство Как будто После перекладины Собрал все силы В кулак Чуть-чуть Выскочил Ножка Двойное сальто На заднем плане Антолий Сахчич Очень грозно смотрит Так на работу Своего подопечного Ой какой молодец В полугруппировке Но здесь Конечно Вольные упражнения Намного легче Никите даются Чем перекладина И Большой шанс На то Что он Сделает Здесь намного лучше Очень хорошо Соображает Знаешь Когда мастер Выходит Высшего мастерства И он так Рассчитывает Свои силы Что два с двумя Он сделал точно Что другое Менее трудное Например Акробатически Он опять Рассчитывает Свои силы Вот профессор Ходит на ковре И тут Сколько бы силы Не было Да Пыжиться будет Человек А с техникой Выполняться Ну вот Дарья Спиридонова Безусловно Рада Сейчас Я уверен Никита Нагорный Да и честно говоря Мы тоже рады Потому что Получились Получились И даже Анатолий Сака Вчера Оказывается Вольный Так хорошо его встретил Тренер Родной Вчера Нагорный С температурой Проходил Подиум тренинг Как он называется Опробование Скажем так Снарядов И Говорит что Нет не могу Я в общем то Сбить эту температуру Пока Восемь часов вечера Я вам скажу Сегодня сказал Что будет выступать Вот такой молодец Никита Субтитры сделал DimaTorzok Разминка на пятом виде Ну что ребята Продолжаются соревнования Сейчас перед тем Как стартует очередной этап Мы с талисманами Готовы Узнать кто же из вас Самый улыбчивый Кстати Многие спрашивают А можно ли С нашим джипом И с нашей Настикой Фотографироваться Нужно Как только увидите Ребят Рядом с вами На трибунах Берите их Делайте Мощные селфи Мощные фотографии Ну а дальше Выкладывайте все В социальные сети Какими бы вы ни пользовались Отмечайте друг друга Отмечайте их Ну и давайте наполним Красиво Ангелина Мельникова По прежнему Не по прежнему А все дорогие друзья Это финал Финал выигрывает Многоборья Ангелина Мельникова Виктория Листунова Вторая И Глотова третья Проигрывает Хотел сказать Наверное это и правильно Потому что Целых два балла Практически Она Мельниковой Уступила Товарищи вообще Именно даже не извиняюсь Выигрывают Только золотую медаль Все остальное Все остальное проигрывают Да Завоевывают Наверное Да дальше Так что все правильно Но Интересные конечно говоря Очень динамичные слова Сложился у них Старт 57 57 Да С копейками У Мельниковой У Листуновой 55 С половиной Практически Экип Нагорный 14-5 Получает за вольное упражнение У него 57 с половиной Сейчас Общая сумма Мужчины еще не заканчивают Еще два снаряда Впереди У Нагорного Конь Махи И кольца У Далаяна тоже Ну там протащить надо Конечно Там чисто насилие Я бы так сказал Наверное А вот Маринову предстоит Пройти еще Брусья И перекладину Здесь я все-таки До последнего надеюсь Что он сможет Как-то поконкурировать Еще с ними Но сложно С мастодонтами Такими Далаян Далаян пока на первом Нагорный Кстати говоря Подобрался вплотную Практически Всего две десятых Проигрывает Ну и Маринов Шесть десятых Нагорному То есть есть шанс Есть шанс Еще у Маринова В общем еще два снаряда Давайте В общем страсти Еще не остывают Наоборот Накаляются Накаляются И не дает вздохнуть Даже такому королю Гимнастике Как Артуру Далаяну Надо отрабатывать Предельно до конца На оставшихся Двух снарядах Это как хозяйственник Идет с какой-то торбой Что он туда нагрузил Я не знаю После вольных Упражнений Конец Все собрал Не успел Не одеться Может быть так И пакет Убежал На коня Сразу Уже разминка Началась Здесь уже Нужно терапия Конечно Все по времени Здесь В том числе И наш прямой эфир Безусловно Пока перерыв Есть В чемпионате мира По футболу Есть возможность Прекрасно Насладиться Сейчас спортивной Гимнастикой Кстати говоря Да Сейчас закончились Как раз Все игры И группового этапа Выходы В плей-офф Также Ну и В одну четвертую Сейчас все команды Практически выходят Я слышала Марокко Я слышала Марокко Обыграли Испанию И Португалия Как раз Обошла У нас Я очень плохо Сейчас В Швейцарию В Швейцарию Да Конечно же Лидия Гавриловна А вот Я честно говоря Хотел спросить Ваш сын Валентин Иванов Сейчас На чемпионате мира В Катаре И он заведует Семи судьями От ФИФА Да Он работает ФИФА Поэтому он так Как представитель От России Шикарно Я так похвалилась Но в принципе Он этого не любит Мой сын Очень в этом отношении Сдержанный И скромный Но на самом деле Он находится На чемпионате мира На этом прелестном Чемпионате За которым Наблюдает Естественно Весь мир Потому что Аудитория Которая следит За футболом Она неизмерима Можно сказать Упражнение на кольцах Готовится выполнить Гаги Хачикян Армения Опорный прыжок Готовится выполнить Савелий съеден В Белгород Ну и Артур Далаян Готовится Готовится К упражнениям На коне Будет Сейчас замазывать Скорее всего Медом Тоже Здесь кстати говоря Помимо брусьев Еще и коня Тоже А что на коне Тоже Используют Да Здесь вот эти вот Снаряды Немецкого производителя Они вот Именно сам конь Такой Он обтянутый Да Немножко скользкий Особенно когда они новые А здесь на этих соревнованиях Приехал вообще новый Комплект этих снарядов Приятно Да Вот И его конечно нужно Да и не только коня А все снаряды Замазывать Магнезией Потому что они Как шелковые Скользят Скользят Ну пусть не по этой причине Но психологически Гимназ должен себя Как-то закрепить Укрепить И вот эти все находки Кто сахаром Кто медом Они имеют место быть И вот видите Мы наблюдаем Когда нам Режиссеры показывают Как они готовят Руки свои Магнезии Плюют Подмачивают Под сладким Под слащим Соусом Соусом Да Вот это все Жизнь гимнаста Но я сочувствую Сейчас почему-то Артуру Болею тоже за него Прямо Он хороший гимнаст Очень сильный Голевой Он таким примером Для всего мира Гимнастического Я бы сказала Спортивного Был примером На Олимпиаде в Токио Когда все знали Весь мир После Ну такой сложнейшей Травмы Отрыв Ахиллова сухожилия И выступает И выступал так Что обеспечил Своим мастерством Победу Мужской команды Это конечно Достойно Высочайшего уважения И я ему сейчас Желаю тоже Хорошего старта Я конечно Не хочу сравнивать Ни в коем случае Артура Никиту Но вот мне кажется Вот если мы Опять же Да немножко вернемся К футболу Вот это вот Криштиану Рональду И Месси Потому что Нагорный Нагорный как Месси Талантливый Он безусловно Талантливый А Артур добивался Все таки Трудом Да сложнейшим трудом Тренировками Рональду В общем то он тоже Постоянно Я так Ты смотри Какой В зале И В зале Хотел сказать На поле В тренажерном зале Трудно Таким знанием Вообще В футболе А ты знаешь Вчера ко мне обращался Корреспондент Это кстати Из канала Матч ТВ На какой предмет По футболу Я говорю Простите Я уже не играю Да нет Ну Пиле Вы же были Ну слышали Пиле Кто его не знает А я так даже здоровалась С ним ознакомилась И у меня лежит Перед этим мяч С автографом Пиле Я ему про это рассказала Давайте теперь вернемся И на гимнастику Все таки Гимнастика важнее сегодня Да И Артур Конечно Он безусловно Какую колоссальную работу Провел Именно на этом виде Потому что он Скажем так Самый проседающий Трудный Такой для него Снаряд Здесь Ну и как бы Техника кругов Не очень может быть Хорошо заложена была В самом детстве Когда он только начинал Да Ну и бывает такое Что у многоборцев Не все снаряды Идеальные идут Да Поэтому какой-то Один там Или два снаряда Всегда по сложности Проседают Проседают На них нужно конечно Уделять отдельное внимание Работать над ними больше Ну сейчас мы с вами Посмотрим Именно все анонсировал Сказал нам Что для него Это трудно будет Но мы болеем Хорошо Выход в стойку В крещении Здесь очень здорово Тоже хорошо Выход в стойку И вот Падение Вот здесь Конечно Коварный элемент Очень элемент Впервые выполнил Итальянский гимнаст Буснари Выход в стойку Как раз таки Вращение на 360 И обратно В круги Да это трудно Но эффектно Очень нетрудно Размашисто А я хотела Пока он вел До этого Вот элемента падения Хотел сказать Именно Да он здорово Здорово Отвел До этого Поворота Начал очень хорошо Начал очень хорошо Ну и вот тут Тот запасик В многоборе Гоня Но не еще раз Не еще раз Надо было падать И Попытался повторить Он его Чтобы сложность Комбинации Все таки Соответствовала И к сожалению Еще одно падение Допускает Дальше продолжать Надо уже Желательно конечно Без падений Если Хочется претендовать На золото В многоборе Держаться Ну да Дорабатывает Артур Дорабатывает комбинацию Все Два падения К сожалению только Но не сильно Расстраивается Как видно Ты знаешь Вот мы с тобой Перед этим говорили Осталось у них По два снаряда всего Ну Они все между собой Сейчас соревнуются И все трое рядышком Это я имею в виду Артура Никиту И Маринова Ну вот видишь Как может Все изменится Он сейчас взял И этот Артур Два падения Подкинул сам себе Такое ощущение Как будто В какой-то момент Расслабился Вот выход в стойку И потерял Постой Вот когда он пошел Прям явно потерял Вот он вышел Вторично Повторяя этот Коварный элемент Так я его назову И я Прям плечи у него были Совсем не над конем А в стороне И он туда же Это бывает зачастую Когда Вот в начале комбинации Хочет немножечко Сохранить силы Под конец Потому что понимает Под конец Там уже руки не слушаются Абсолютно Они как металлические Становятся Просто железобетонные Верю Верю Ты очень это Четко рассказал И вот когда хотел Немножечко сэкономить силы Решил на технике Выехать И не получилось Выход в стойку Его амплитудой Понесло А там надо было Приложить силы Немножко Сила Их уже Но в момент голова Не сообразила Что это нужно сделать Не соединил эти два Мига прямо Сложные вот эти Координационные вещи Конечно Вот долго рассказывал А это все в миг Либо ты поймал себя Либо ты уже продевал Да И получается что Череда событий Приводит к падению Да И сейчас он нас До этого снаряда Был первым И так убедительно В первом Он полбалла имел Отрыв от Никиты По-моему Да А вот теперь Сейчас будем смотреть Два падения Это минус два балла Это практически Конечно Учитывая то что Нагорный Это Никита Он догнал Асуру на вольных Практически Ну а Артурчик И начал с падения С первого снаряда Я уже Теперь сейчас Я просто помню Он упал Да У него еще падение На прыжке было Действительно Ну вот Никита Дал шанс Все таки Артуру вырваться вперед Сейчас Артур Его упустил Наверное Я бы так сказать Посмотрим Сейчас еще Нагорный Как сделает Коня Безусловно И вот В напряжении Так на себя Готовит к подходу Иван Куляк Оценочку Артуру Еще видимо Не выставляют Никак Слуги Да Это сейчас Загадка Артура на коне А Куляк Готовится Тоже на коне Да Они в одной команде Но За разные клубы Выступают Так А здесь Двойная картинка Нам уже режиссеры Наши талантливые Нам показывают Когда идет Упорнейшая Борьба И на того Хочется посмотреть И на того И на того Они нам Раз Две картиночки Показывают Молодцы Так Что уже Нерв Комбинацию Тренировал Он сказал Это хорошая перспектива Это такая находка Для нашей российской Гимнастики Дай бог Чтобы все это состоялось Самое главное Да Конечно Очень хочется Чтобы он реализовал Свой потенциал Реализовал Свой потенциал Родом из Болгарии У него Кстати Отец болгарин Тоже был летом У него целый месяц Отдыхал там Про него все Мы рассказывали Старались Но он такой Честный Так откровенно Написал И был И нравится И в общем Он мечтит Свою родную землю Но из Казани Не уеду Смысл Его Вот этого выступления Помню Молодец Он понимает Он здесь Ему все нравится И татарская кукла Нравится И жить в Казани Нравится И я говорю И ты потому И молодец Что так все Правильно Расценил Своей судьбе И скажи Правильные Преоритеты Правильно Расценил Да Совершенно Точно И очень здорово Что ведет Он себя Уже Несмотря на Свой юный Возраст Так достаточно Взросло И прекрасно Понимает Его ответственность В выступлении На соревнованиях Как и вообще Не со СМИ Как и В различных Абсолютно Ипостасах Он себя Позиционирует Просто как Такой разумный Толковый Гимнаст В высокой руке Уже такая В элиту Входит Совершенно Четко Понимает Даже В новейших Ситуациях Как себя Правильно Вести Это здорово Не у всех Конечно Такое Получается Ай Не будем Назвать Фамилии Мы много Всякое Видим Но здесь Хочется Это отметить И все Мне приходилось Принимать Участие В каких-то Телезионных Ситуациях С Артуром Для себя Своим папой Познакомился Он сегодня Присутствует И смотрит Наблюдает За тем миром В который он тебя Когда-то отвел Очевидно Там больше мама Конечно Ну и мамочке Спасибо большое Ну ладно Сейчас Не о нас Как говорится Давайте посмотрим Еще Команда Республики Татарстана На Брусьях Выступает Евгений Кисельный Переклад не закончил Свои Тоже выступления Представитель команды Москвы 12-7 Его оценочка была Ну а Даниил Маринов Кстати говоря Ну как Что у нас На Брусьях У него Даниил Маринов Получил Чит Ну скажи 15 баллов 15 баллов А я хотела Ну скажи 14 Чтобы Прямо Чтобы Ничего плохого Не было А ты 15 Назвал Блестяще Это все правильно Иван Антонихин Сейчас Из команды Татарстана У них После Ну они идут По классному Такому Расписанию Заканчивают Перекладник Команда Татарстана Да Им повезло Они в таком Классическом Олимпийском Порядке Свойных упражнений Начинали Буду заканчивать Ну и команда Достойная Именно Надо отдать ей должное Вообще Команда Вот эта Новая команда Татарстана Там все довольно Молодые ребята Да Маринов уже Ушел в основной состав Уже среди них Читается А вот здесь Как раз таки Да И Даниил Новиков Который сейчас Будет готовиться Кстати говоря И на наших Соревнованиях Присутствует Игрок Московского Спартака Квинси Промес Дорогие друзья Тоже Ух ты Вот приятно Здесь Видите таких Гостей из футбола Так я из футбола Видела Толстых Уже говорила С самого начала Николай Александрович Толстых Здесь Это же Ну у нас С футболом Он еще дружок Можно сказать Мой дружок Потому что Это времена Когда он Хорошо знаком С Ультин Казначом Ивановым И со мной Как с Динамов Это такая Хорошая связка И мне очень нравится Что Андрей Георгиевич Зудин Приглашает Вот свою Динамовскую Такую Власть Ну в некоторой степени Это же Высокое руководство К нам На гимнастику Спасибо Нет Очень приятный Очень добрый Такой уютный Я бы сказал Турнир Здесь Хороший И как раз Такая встреча Всех наверное Друзей И ветеранов Очень много Приходят На это Посмотреть И вот уже Такие совсем Взрослые ветераны Вот они Предпочли остаться Потому что Трудновато двигаться Тамара Андреевна Жиреева Сейчас смотрит Этот турнир В котором Она такую скрипку Играла Потому что Раньше же Много команд Принимала участие Ты сам уже Напомнила об этом 20-25 Это было нормой Надо был Судейский аппарат И надо всех Судей Обойти внимание Кому они Привозили В общем Тамара Андреевна Как раз Одна из Одних таких Активных Участников Международного турнира Михаила Воронина Ну а Ларису Семенову Вспоминаем Она сейчас Внимательно следит Во-первых Это гимнастика Геродная Это раз Во-вторых Школа Ее выступает Это два А в-третьих Ее подруга Комментирует Ну как Это все надо Вообще Это точно Его перекормили Как мне кажется Артур Перемазал Слишком Меда Здесь Никита Наверное Тоже Избаловала Его Поэтому Сил не хватает Конечно Это заметно Безусловно Подготовка К соревнованиям Была Я не знаю Не очень Даже сказать Мягко Пытался до последнего Ошибок Насобирал На каждом Круге Практически Видишь Это Лояль Немножко Авансировал Ну давай Никита Не ты Так я Не я Так ты А вот Валя Валентин Петрович Космонавт Политрук У них Космонавтов Был Это Очень Давний Давний Дружок Гимнастики И он Ну Я просто так К нему Отношусь Потому что Долгие-долгие годы Мы рядом Он не может Придать гимнастику Нашу Исторический Да Исторический Турнир Уже И мы Конечно Надеемся Что В следующем Году Уже Будет Открываться К столетию Динамо Новый Гимнастический Клуб В Петровском Парке Соответственно Как и весь Большой Комплекс Спортивный Вот И Турнир Вернется К себе Домой Как говорится В Петровский Парк Это был Самый Головокружительный Успех Для Того Чтобы Совсем Еще Более Мощно Проводить Уважаемый Международный Турнир Имени Михаила Ворольна Он Достоин Он Этот клуб Создавал Правда По большому счету Он стоял Как на корабле Я всегда Смотрел На балконе В том Сзади Манеж Еще Когда Теперь его Убрали Этот зал Но нам Обещают Будет Гораздо Красиво Да Там И В общем-то Подготовленный Как раз И для Соревнований Должна быть Арена Я думаю Что будет Все очень здорово И мне конечно Будет очень приятно Вернуться туда Все таки Да Я как бы Вырос тоже Там Динамо Приятно Конечно Приятно Всем Это будет просто Подарок Огромный Для всей Спортивной Гимнастики Страны Для Динамо Для Динамо Особо Потому что Я прям уже Думаю Только Мы нам это Увидеть Как Шестолетие Будет проходить Этого Замечательного Спортивного Общества Динамо Будем ждать Так Ну что ж Нагорный Далаян С этим Снарядом Все таки Не справились Остается у них Заключительные Кольца Но Пожалуй Только Вот что Никита Один раз Упал Артур Два Все таки Падение Целый бал Практически Тут Может Сыграть Большую Злую шутку Я бы сказал Наверное С Артуром Но Потому что На кольцах Плюс-минус Там у них Все одинаково Хорошо А тихонько Маринов У него остались Перекладина Перекладина У Маринова Тоже не все Очень здорово Предстоит На перекладине У него У него Последнее время Как он Рассказывает Сам Есть Ошибка На перекладине Именно в перелете Ковача Прямым телом То на чем Он и проиграл В общем-то Спартакиаду На последнем виде Он мне сейчас сказал Перед входом Он говорит Главное Перекладину Пройти мне Главное Пройти Она заключительным Снарядом И он мне говорит Можете заканчивать Ну Видишь Он просто Подсучивал Но видно Она у него Эта проблемка В голове находится Она есть И он рассказывает О том Что она технически Он не может Ее из головы В общем-то Исправить И убрать Да Не может Потому что Говорит Вот Такое бывает У гимнастов Да Дорогие друзья Когда Перегружен мозг От понимания Смотрите Какой пупсик Именно Я смотрю на мальчика Ты пока рассказываешь О Маринове А какой пупсик Стоит из Казахстана Это Это Всеволод Коротков Кстати говоря Представитель города Владимир Он сейчас Выступал на первенстве России В Пензе Да Я расскажу еще Про Маринова Чуть попозже Давайте посмотрим На упражнение Всеволода Короткова Очень перспективный Тоже молодой человек Подожди Не анонсируй Сейчас я посмотрю Я прям Я на мосику сначала Думаю С какой-то пупсик Стоит Ой-ой-ой Ну Ничего Собери свои ноги Раньше времени Я немножко похвалил Но он в первый раз На такой большой арене Выступает Тоже конечно Психологически Ему понять можно Да Пока юниор Ну конечно Видно маленький Повтори пожалуйста Это город Владимир Сам Он из Владимира Да Совершенно верно Владимирский Очень хороший мальчик Ну конечно У них тоже Кстати говоря Сейчас очень неплохая команда Именно юниорская Там понятное дело Что и Прокопев И Ростов Они уже достаточно Взрастные гимнасты А вот такое поколение Поросли Молодого Да Молодцы Это директор школы У них там Иванчук Виталий Иванчук Виталий Иванчук Совершенно верно Здесь Молодцы Они перспективно мыслят Могу ошибиться Но мне кажется Он даже судит Наверняка Он всегда судит С кем-то на снаряде Ну и добрые слова В его адрес Надо обязательно сказать Потому что Вот даже мы с тобой Со стороны наблюдая Назвали этих ребят Которые потихоньку Уже взрослые А уже вторые 2007 года рождения Да Виталий Иванчук Виталий Иванчук Ну что друзья Соревнование Совсем скоро Закончено Закончится Остался последний Вик программы А значит что После нас ждет Соревнование Даграждения Так вот я вас Очень прошу По завершении Соревнования Не расходиться Остаться И поддержать Тех Кто сегодня Был Растеем Выше Сильник Ну а сейчас Я все полечу Заключительный вид Дорогие друзья У нас предстоит 28-й кубок Имени Михаила Воронина И посмотрите Сейчас на многоборье На многоборье Маринов На 4 Практически На 3,5 балла Выходит Вперед Но учитывая То что Нагорный Получает На перекладине 11,3 На коне 10,7 Ну это может Может быть Вполне Реально Конечно Здесь дальше Много Российских Гимнастов Безусловно Потому что Даже говорить Я думаю Не буду Почему Акиншин Тимофей Пока на 3 Позиции Ну и там Вот с 65,8 То Со второго По восьмое Место Примерно Все Располагаются На турнирной Таблице На ваших экранах Лидер Сегодняшних соревнований Пока Вот вы посмотрели Таких разлетов Это не помню Как вырвался Просто У него теперь Есть запас Для Даже Первого места Ошибиться ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и вот Лидер Сегодняшних соревнований Пока Даниил Маринов Будет на перекладине Выступать Совсем скоро Его тоже увидим Здесь Никита Нагорный Как вот они Мне интересно Подарили Столько подарков Сейчас Маринову Один Десять с половиной Баллов получает На коне Другой Десять ровно Это я продал Лаяна сейчас Артур Я не веду Конечно Эмин Я сразу Иду В противовес Тебе Нет Не подарки Милый мой Просто так Всегда не бывает Эмин Эмин Прости пожалуйста Артур Далалаян Падает Дважды На коне Падает Никита Выходит Тоже Серьезное падение Оценки Иментик Вспомни Десять баллов И десять баллов Но это не оценки Для таких Я не знаю Топовых гимнастов Как Далалаян И Нагорный А Маринов В это время Получает Четырнадцать Пятнадцать Баллов Тебе и отрыв Я сначала Даже просто не поверил Смотрю на турниру Таблицу Думаю Неужели может быть Отрыв Четыре балла А оказывается Действительно Вместо четырнадцати Получи десять Вот они Четыре балла Сразу В общем-то здесь Далаян на кольцах Заключительный вид Многоборья У него Красота Ах красота Смотрим Все Простим ему Все десять баллов Сейчас смотрим На него Это Артур Артур планировал Вообще выступать На этом турнире Только на кольцах Что меня немножечко Поразило У него есть проблемы До сих пор Вот с кистями Вот эти мозоли У него никак не заживают Кожные проблемы Тоже видимо Стоит ему только Залезть на снаряд И сразу срываются мозоли А потом Длительный период Лечения Это же очень непросто Это беда Безусловно Я тоже думала Что он в отдельных Мирах будет Но он пошел За многоборья Это его право Все Ну вот И таким хорошим Достаточно соскоком Заканчивает Артур Далаян Свои выступления На двадцать восьмом Турнире Международном Кубок имени Михаила Воронина Благодарит публику Безусловно И мы благодарим Артура Конечно же За то что собрался За то что подготовился К этому турниру За то что Нашел силы в себе Молодец А мне нравится Вот этот воспитательный момент Опять же Он завершает Он знает что он сегодня На помосту То есть на соревнования Не выйдет И как он обратился Скромно Обратился Не как-то там И призвал И поблагодарил За внимание Молодец Артур Представляете какая Линия Сумасшедшего Мы даже не видим Голова и носки На одном уровне Выдох Конечно Фантастический Сделал После выступления Здесь силовые элементы Тоже очень неплохо Даже получились Все у него хорошо Получилось Но видно И не придирайся Вот он Это Артур Глядя на таких Спортсменов Просто всегда Особенно когда мы Наблюдаем За ними На олимпийских играх На чемпионатах мира Хочется видеть Чтобы они были Всегда такими Это наши кумиры Это наши Конечно Конечно Ну ты смотрите Он обратился к народу Друзья за кого мы Болеем Да ну правильно И желаем мы вам Только Хороших результатов Но прежде всего Нужно здоровье Не было чтобы никаких Этих болячек Всяких разных Артур Ты гигант Тебя любит Вся аудитория Поэтому не надо Не расстраивайся Ты великий гимнаст Абсолютно бесспорно Ну посмотрим Сейчас ждем Оценочку Артура У него была Текущая позиция После упражнения На коне Четвертая была Нет седьмая Седьмая Наша Да но учитывая Опять же да Вот здесь С первого по На данный момент А только российские Оценки Учитываются Да мы конечно же Не должны забывать Про наших Зарубежных Друзей Коллег Которые В общем то тоже Будут иметь шанс Постоять на педестале Потому что по международным Правилам Только два спортсмена От страны Имеют право Завоевать награду А понятно Значит Вот это да Из других стран Может быть Да и здесь уже Маринов Нагорный И Далалаян Не поместится На два Строе на два Нет да Но давайте посмотрим На Маринова Маринов Сегодня красавец Конечно Маринов Безусловно Лидер Хотя На первых Трех снарядах Немножечко Закрали сомнения К тому что Он действительно Сможет Победить Нагорного Но нет Все таки Дали И шанс Наверное Но опять же Я не хочу Наверное Возвращаться К этому Маринов Молодец Маринов Готовился Ими ты сам Спортсмен И когда мы падаем Товарищи Пиши жалобу на себя Я понимаю Дружеский Ими не может Никогда же Представить Что эти два гиганта Так могли ошибиться Но это они сделали Ими никто Их никто не толкал Так что Не надо умолять В этот момент Того спортсмена Который выходит Вперед И еще есть такая Поговорка Победителя Не судят Ну и все Согласился А дружим мы со всеми И любим мы всех Да готовиться надо было Конечно Надо было готовиться На скандачка Как-то так Это Ну раз повезет Второй раз А стабильнее Так смотрим На Маринов Давайте посмотрим Да Даниил Маринов Республика Татарстан Город Казань Вот тот элемент На котором у него Ошибки постоянно были Вроде бы Получился Сейчас И второй Ковача Тоже очень здорово Берется Но в целом В принципе Здесь уже Дальше можно Совершенно спокойно Работать Еще Три перелета Показал Два Ковача Один Перелет Ткачево Прямым телом Набрал Дальше Особенно на федер А самое Дальше Дальше Все-таки прошел и еще раз его показал сам для себя, сам себе доказал, что... Да, именно так. Потому что вот эти ошибки все технические, которые в голове как-то заседают, их нужно только... Хорошим исполнением в следующем. Только это может убавить напряжение. Ну, во всяком случае, он нам показал, что у него и характер чемпионский, и манера, и стиль, и умение, и техника, и тренер. И всех-всех мы от души поздравляем. И особенно школу спортивной гимнастики Татарстана в Казани, где мы недавно побывали и видели все то, что вы умеете делать, как вы провели соревнования, как вы были внимательны ко всем приехавшим гостям. Это вообще... Для меня это просто надолго на память остался старт спартакиата в Казани. Ну, вот в следующем году, возможно, туда и вернется чемпионат России. В марте, примерно в апреле сейчас календарь сформировается как раз до конца. И я думаю, что... В общем, жизнь продолжается. Отправимся с вами туда. Именно. Хотела сказать то, что не хотела сказать в общий эфир, но потом скажем. Так. Если сейчас посмотреть, кстати, оценки Маринова еще, то у него получается, что он выиграл Брусье. 15 баллов это самая высокая оценка. Конечно, мы не слышали. Сегодня, я думаю, что он медали много, наверное, завоюет. Это правильно. Иван Антонихин сейчас на перекладине, тоже в составе команды Татарстана. Коллега Дани Маринова. Молодец. И они прям друг друга копируют. Мы именно объясняли часто такую вещь. Как только появляется сильный гимнаст в зале, просто даже в зале не говорим, там принадлежность клуба, то не больно подтягиваются гимнасты следующие. Вот подтягиваются, тянутся, стараются подравняться под этого сильного лидера среди своей команды. Это хорошая вещь. Нет, вообще так здорово тренироваться. Все мальчишки, девчонки, которые пока еще не открыли двери залов, бассейнов, стадионов, идите, оторвите себя от телефонов, сделайте себя красиво, гармонично развитого или молодого человека, или девушку. Идите в залы, не ленитесь. И, может быть, вы станете ими Мариновыми, и Никитами Нагорными, и, я не знаю, Артурами, Белявскими. Пожалуйста, все карты в руки вам, все залы открыты. Истина абсолютная, без просто элементарной поговорки, без труда, не вылываешься. Рыбка из пруда. Здесь, получается, тоже все здорово у Ивана Антонихина, на приземлении как будто подогнулись. Ну да, устал, это мы уже объясняем много раз. Очень тяжело в конце себя собрать. Очень тяжело. Ну, видишь, какой, чуть не сказал, плес в оморке, такой худой парнишка, а сделал так хорошо. Так, вот оценка меня интересовала, да? 13,933. Ну, 14. Неплохая, неплохая оценка именно для перекладины. Да, это все волнованс. Но вот, конечно, жалко, жалко, что в общей сумме 83, 565 всего лишь 83, конечно, для мирового уровня еще слабоват. Правится, он же падал тоже сегодня. Сегодня они вообще показали нам, работа над ошибками будет большая после соревнований. Александр Владимирович Калинин, тренер Артура Дулоенов здесь. Анатолий Савч Забелин тоже уже, он уже уходит с медалью практически, да, наверное. Ну, на этот раз, ну, я надеюсь, он третьим-то зацепится, Никита, нет? Или нет? Кто из них там третьим? Или Артур? Или какой-то, какая-то другая фамилия, да? Здесь сейчас посмотрим, обязательно турнируют табличку. Конечно. Интересный момент, Нагорный договаривается с судьями, сколько поставить ему за кольца. Ну, шутит, шутит, он вообще большой шутник и прям молодец. Вот этот оптимизм, конечно, он договорился. Я вам постараюсь показать, но вы уж готовьте вот такую-то оценочку. Молодец. А помогает ему как раз Калинин, да? Да, подсаживает, как правило, Александр Владимирович Калинин. Потому что Антон Закчур, тяжеловато, он должен подсаживать. Все-таки Никита тоже нелегковесный спортсмен. Да, боровичок такой крепенький. О, молодец. Второй самолет выходит. Мне так нравится. Собрался здесь практически все силы в кулак. Ой, как мне нравится это начало. Не знаю, как надолго его хватит. Дальше уже практически маховые элементы будут идти. И вот, пожалуй, подержать только ноги брось в горизонт. Пришлось чуть-чуть чередержать из-за того, что раскачивание колец было в другую сторону. Ох ты! Ну вот оно. Накладка порвалась. Так бывает, да. Порвалась накладка, порвалась из-за чего? Из-за веса. Молодец. Правду сказал Сул. Из-за лишнего веса, безусловно. И мы все это прекрасно понимаем. Никита, самое главное, что... Оправдался, Никита. Оправдался, да. Не выдержал даже накладка твоя. Так идет там Змей Горенович под именем Анатолий Исакович. Запелин, подходит. Ой, как страшно, в принципе, во время движения срываться со снаряда опасно. Судьи тоже сзади там. Все замерли. Немножко руки подняли, но Никита... Они же все тренеры, все там тренеры, все вскочили, точно так же, одинаковая реакция. Неожиданно, конечно, неожиданно. Я увидела Иванчук там сидел как раз, вот у него была... Да, Иванчук сидел вроде бы более-менее спокойно. Спокойно, рядом сидел. Или Илья Георгадзе, да, как раз-таки один из тренеров гимнастического клуба «Динамо Москва». А, вот он здорово. Спортсмен, да, еще. Ну, теперь Ельцов выходит, Астраханская область, на коня. Это потише снаряд. Ну, тоже скидывает он, к сожалению, этот снаряд. Не стал продолжать, Никита, комбинацию. Хотя мог, честно говоря. Тут уж с падением хотя бы в тройку... Ну, вторую позицию мог бы выйти сзади. Почему он не стал? Не могу сказать. Это уже полный хозяин своего выступления. Ты знаешь, такой вот... Он как-то у нас хорошо прошел два старта и Кубок страны, и Спартакеаду, Никита Нагорный. А, нет, продолжает... Извините, продолжает. Но он просрочил время, это 100%, пока переодевал новые накладки. Ну, наверное, простили мой этот пункт с правилом, что не более 30 секунд. Ну, нет, сбавку, я думаю, соответствующую просто произведут. Вот, там, в принципе, если ты задерживаешься от 30, по-моему, до 40 секунд, одна десятая... Да, я знаю, знаю, именно, но не под настроение. Я хочу, чтобы сядь, сбавку. Он уже молодец с тем, что подошел. Нет, ну, здесь, я думаю, что судейский корпус, он все-таки справедливо, да, настроен. Опа, вот он, подышал, пока накладочка. Здорово, закончил комбинацию. И всех прямо вот удовлетворил сразу. Все девчонки, все, слава богу, все счастливые. Всех ты, Никита, сделал счастливыми. Ну, здесь, конечно, здесь больше, наверное, задача показать себя на снарядах, поблагодарить публику, которая пришла болеть. Ну, и вот легкий такой благотворительный аукцион сейчас проводит Никита. Свою рваную накладку будет запускать в зал, наверное, для болельщиков. Да, ну, давай. Ну, это тоже память такая, да, хорошая? От такого чемпиона получить, в общем-то, его... Он что-то туда завернул, чтобы потяжелее было, чтобы прилетело. Хорошо. Детишки разрывают, разрывают практически дальше эту накладку. Блин, мог бы выиграть кольца. А, у Кулика, похоже, взял. Да, взял ее, он говорит, я теперь могу выиграть кольца. Тут от счастья, что у него Нагорный взял накладку. Да, конечно, интересные события происходят у нас на 28-м турнире. Вот посмотрите, какая красивая линия. Посмотрите, это Нагорный. О, как надулся. Сейчас еще раз повторюсь, да ты говоришь. А, ну, тургайся. Вот кто, Акиншин, наверное, вторым будет, да, российский? На данный момент лидирует у нас, да, Маринов. Акиншин выступать сейчас будет, скорее всего. А я думала, он и по результатам где-то впереди. Да, это пока дикторы там объявляют. Да, 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 ладно. Его выступление на данный момент. Положение дела у нас следующее. Артур Далаян, всего лишь пятая позиция. 78-298. Вторая позиция у Ивана Завричко. А это... Московский гимнаст. Вот еще одна накладка полетела в зрительский зал. Это все. На трибуну. Это что же он так отвлекает внимания от следующих гимнастов? Да, еще выступают у нас друзья монголы. Давайте, монголы. Так, посмотрим. Обратим внимание на этого гостя из Монголии. Эрденболт. Да. Эрхам Зул. Да, он у него очень сложное фамилии, имя. Но он, конечно, чувствуется еще такая начальная подготовка. Но ножки тянуть умеет. 2005 года рождения. Ну, вот это чего-то. Всего лишь тоже, да. Они, в общем, такие юниоры практически здесь. Похоже, да-да. А он и есть пока юниор, да, в составе сборной команды клубов. Ну, по работе видно, что еще такой очень юный по подготовке. Может быть, другой 17-летний совсем по-другому. Ох, и падение, к сожалению, на приземлении. Война и сальто. Кстати говоря, команда Монголии тоже принимала участие буквально недавно в Новосибирске проходил турнир на призы имени Жени Подгорного и Ивана Стритовича. Да, и там тоже, кстати говоря, уже он международный. Приглашал. Это достаточно давно, приглашал там участники из Казахстана были, из Узбекистана, Монголии. Сейчас вот пытаются все организаторы практически соревновать. Вообще, не только гимнастических, а вообще всех. Сейчас полная установка на то, чтобы старты устраивались, а в стране не хуже, а чтобы они были достойными, заинтересовывали спортсменов в любом виде спорта. Это установка прям даже нашего президента, он сказал, что мне потерять спорт, ни в коем случае. Вот эти все волны, так скажем, политические всякие, разные, они пройдут. Но мы должны быть всегда во всеоружии. И сейчас вот как раз к Небесной Грации возвращаясь, у них 18 было стран, основателем которого Алина Кабаева является турнира. А они какими же еще странами? Там и Гватемала, и Куба, и Мексика. Прекрасно. Южная Америка приняла Куба, это здорово. И Гватемала, там может быть художницы есть. Правильно? И Индия, кстати говоря. Там художная гимнастика меня поразила, что там она... Прекрасно. Ну, Ирина Винер очень такая, слово так активное, извиняюсь, шустрость. Вот она умеет объять, необъятные почти, она привлекала всегда иностранцев, вроде как дружить с ними здесь же в зале и готовить из них. Ну и поэтому в гости много приехало, в ней страны. Это важно. Савелий Съеден на Брусьях. Тоже уважительный область, мы сейчас за них переживаем особо. Тоже юниор, пока еще. Ух ты, как. Оборот большой, Зеамидовский, это сложный элемент, кстати говоря. Это очень сложный, но ему он не удался в стойке, а так он по пути все развернул. Раскачил его, да, но тем не менее. Молодец, молодец. Здорово, что он уже его умеет. Да, да. Здесь не получается уже ноги развести. Ну, еще раз назови этот элемент Басара, или как ты его называешь? Ну, здесь он хотел показать обычный, да, залет на Брусьях, Типель, как он уже называется. Ой, вот так вот. Прямо с приземлением. Падение. Падение. Ну, вот пока так умеет Савелий Съеден. Падение. 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 Ну, посмотрим, как сейчас Савелий съеден Как оценят Савелий съеден, точнее, за его брусья Но Даниил Маринов здесь уже по-королевски, конечно, может пофотографироваться Безусловно, тут его не обогнать уже никому Совершенно точно Очень здорово, на самом деле Я лично за него рад, что у него получились соревнования сегодня Турнир довольно ответственный Ну, вот и смотрим таблицу Все равно Никита Нагорный Заканчивается соревнование, дорогие друзья Даниила Маринова мы поздравляем с золотой медалью Безусловно, он лидер здесь Нагорный и Далаян, друзья, здесь, смотрите Два одинаковых результата Но по международным правилам такого быть не может Все-таки один займет, и займет тот, у кого сумма баллов по пяти снарядам будет выше А такую вывели строчку условия? Да, поэтому мы сейчас обязательно потом расскажем, кто, в общем-то, выиграет Ну и у нас, дорогие друзья, 28-й по счету турнир на кубок имени Олимпийского чемпиона Михаила Воронина Подходит к концу Сейчас у нас есть прекрасная возможность посмотреть Самые яркие моменты этих соревнований, они действительно получились интересными Динамичными, яркими Напряженными Напряженными Очень приятно Очень приятно Наших редакторов Вам огромное всем спасибо Спасибо Андрея Симонова, Александра Косарева, всех-всех-всех Ой, какая красота Всю творческую бригаду и телеканал Матч ТВ Безусловно, за то, что у нас есть в такой напряженный период футбола посмотреть спортивную гимнастику Спасибо, говорим, безусловно, и Федерации спортивной гимнастики, и организаторам клуба «Динамо Москва» Ну и нашим зрителям, конечно же, которые были с нами все эти два, а то и три часа практически в прямом эфире Спасибо Спасибо, дорогие друзья Еще раз с вами по-прежнему были Лизь Гавриловна Иванова и Мин Гарибов На этом сезон большой спортивной гимнастики, наверное, подходит к концу Но будем надеяться, что скоро увидимся До свидания Спасибо большое, всем пока Очень хочется поблагодарить болельщиков, которые на протяжении всего сегодняшнего дня